Лето 2019 года. Тобой интересуется Na'Vi. Ну, для меня на тот момент, я не мог поверить, что я же заменил своего любимого игрока. И, наверное, я думаю, на тот момент каждый мечтал попасть туда. Я, прикинь, пришел к пацанам в Na'Vi и говорил такую фигню. Электрис меня угорал, типа, тогда. Такой вот пункт был, что если минус 10 килограмм, то они мне прибавляют зарплату. Просто смотрю на него, и мне показалось, что я увидел страх. Интервью закончено. Кирилл Бумыч Михайлов. Легендарный игрок, под чьим капитанством, команда Na'Vi впервые выиграла мейджор. Последние годы карьера Бумыча получилась нелегкой. Он пережил много личных проблем и был вынужден много работать, чтобы вернуться на Тир-1 сцену. В этом интервью Кирилл рассказал о своих первых шагах в киберспорте. Вспомнил времена в Na'Vi и поделился целями его нового состава. А лучшим вознаграждением за данный ролик будет лайк и подписка на канал. Приятного просмотра и аппетита! Привет! Приветики! Кирилл, сегодня мы с тобой пообщаемся от начала до конца. От начала твоей карьеры до текущего момента. Я думал, интересно, ты скажешь до конца или до текущего момента. Хотел сказать, что она у меня не закончилась. Когда закончишь карьеру своей братцы? Я не знаю ответ на этот вопрос. Не знаю. Буду играть столько, сколько, не знаю, будет получаться, наверное. Расскажи о своем детстве. В каком городе ты родился? Я родился в Москве. Мое детство, не знаю, оно отличалось тем, что я был очень гиперактивным, очень много гулял. В целом летом меня с улицы было не вытащить. Но потом на моей любимой детской коробке, где я любил играть в футбол, и там рядом еще стояли настольный теннис-столы, там построили такое заведение, как Самбо-70, это спортивный центр. И мне кажется, что это какая-то была детская травма, которая как раз-таки посадила меня дома за компьютер, с которого я уже не перестал вылезать. Но в целом детство было обычное, наверное, просто обычная семья. Мама, бабушка, дедушка, дядя, был отчим, потому что родной отец бросил мою маму, когда я родился. Так что я с ним, не знаю, виделся один раз в суде, когда он пытался доказать, что не я его сын. Была такая тема, там, да, ДНК-тесты всякие, но ему сказали, что я его сын. Вот, такие дела. Как-то так. Наверное, с возраста 6 лет мне дядя показал Counter-Strike 1.6. Наверное, где-то с возраста 6 до 12 я поигрывал в паблики просто. Мне было в кайф. После этого уже школа, перешел на League of Legends. Вот, я начал, кстати, играть в Лол и даже хотел профессионально играть в Лол. И был фанатом команды Gambit, где, кстати, был Костя, который сейчас мой тренер. Вот, так что вот так вот жизнь сводит, знаешь, фанатеешь по какой-то организации. Мир тесен, скажем так. Вот, после League of Legends, где-то, мне кажется, в возрасте 16 лет, мне показали CSGO летом. И там я опнул Global за год. И после этого я увидел, что такое вообще киберспорт. Увидел, что есть профессиональные команды, турниры. И меня это заинтересовало. И, конечно же, это сказалось на результатах в школе. Я перестал вообще, в принципе, делать домашнее задание, наверное, с 8 класса. И 3 года его реально не делал. Иногда его делала моя мама. Вот, в помощь мне потом ее вызывали на педсоветы. Говорили, что зачем вы делаете домашнее задание за вашего сына? Мы же видим почерк. Вот, но она мне так помогала. Хоть она и была немного злая, сколько времени я провожу за компьютером. Но как только она поняла, что вообще реально, что такое киберспорт, первые турниры, перелеты, команды, организации, менеджеры. Вот. Она начала в это посвящаться, потому что люди все-таки более старого поколения вообще, некоторые не представляют, что такое киберспорт. И вообще, что это даже существует. Они скорее думают, что это какой-то скам. Вот. Не знаю. Но со временем, если как бы людей посвящаешь и они видят, то они начинают больше понимать, наверное. Так что, наверное, вот с 18 лет меня родители начали сильно поддерживать. Даже сейчас бабушка смотрит турниры. И даже у моей бабушки есть любимые команды, нелюбимые команды. Вот. Но я не знаю почему, но больше всего моя мама не любила, когда мы играли против Liquid. И она их все время называет Кони. А моя бабушка почему-то не любит команду Maus. Ну, кстати, вот сейчас Maus'а доставили мне самый обидный проигрыш. Blast World Final, после которого я 20 минут от арены шел до отеля и плакал. И мне очень хотелось всем отомстить. Вот. И все еще это месть живет внутри меня. Так что сейчас я с твоей бабушкой на одном вайбе, знаешь. Немного ушел от детства тогда, но... Слушай, ну ты вообще малость в детстве. Ты ответил на 7 вопросов сразу. Ты можешь продолжать. Ты можешь дойти уже до последнего. Каким ты был ребенком? Какой у тебя был характер? Капризный, неугомонный, гиперактивный, как я уже говорил. Не знаю. То есть мне нравилось просто вылезать ночью из-под одеяла, просто ползать по комнате, пугать своих родителей, хватать их за ноги. Типа был такой... Просто любил дурачиться. Вот. Просто был очень активным, жизнерадостным. Не знаю. Никогда не был закрытым в себе, я бы сказал. Вот. Очень социален был. Твоя бабушка и мама следят за твоей карьерой. Да, и дедушка, и дядя. И у них есть такие команды, как Маус и Ликвид. А сейчас как они реагируют на твой приход в Cloud9? Насколько сильно они оценили этот инсайт, как только он боялся? Слушай, вообще они очень счастливы, они очень переживали вообще за мой период, когда я остался без команды, сидел 9 месяцев на банке, потом нашел себе новый дом в Anvin. И всегда, когда я прихожу в какую-то команду или вообще у нас изменения в команде, первые слова, которые они мне говорят, не переживай за результаты. Он всегда придет, если все правильно делать. Вот. И я как бы с этим согласен. Они очень... Мне кажется, что иногда даже они переживают больше, чем я, за какие-то изменения в моей жизни или в моей команде. Вот. Бабушка, в принципе, говорит, что каждый раз, как только у моей команды LAN турнир, то соседи не спят, потому что она кричит, они радуются, кричат. Я реально... Я звоню после каждого матча выигранного, я всегда звоню родителям, и всегда я вижу, что они просто... Видно, что они просто потеряли голос в каких-то моментах, они радостны. Они иногда, мне кажется, даже радуются больше, чем я, что я выиграл матч. Кирилл, это очень здорово. И больше всего, наверное, все-таки повлиял про КС, это мой дядя, потому что он меня познакомил с КС 1.6, и сейчас как бы мы не так часто с ним видимся, вот. Но он меня поддерживает, он мне всегда пишет, и мне даже грустно, что я не так часто с ним вижусь, потому что это, по сути, человек, который показал мне взрождение, да, того, чем я начал заниматься по жизни. И я во многих интервью отвечал, что, как бы, по сути, возможно, он тот человек, который построил мою карьеру, да, возможно. Возможно, без него и этого бы не было, я не полюбил эту игру, и не был знаком бы с ней, вот, я бы сказал так. Так что, не знаю, родители мне нравятся. Мне нравится, что они переживают больше, чем я. Мне нравятся даже эти эмоции, потому что, знаешь, в целом, как бы, нужно жить жизнь ради эмоций, вот. И я рад, что я своими эмоциями, своими играми дарю эмоции своим близким людям, которые меня поддерживают, радуются. Мне иногда даже не хочется, знаешь, когда я вижу, что у нас матч-поинт, и мы проигрываем, я в первую очередь думаю, блин, не как грустно, что я проиграл раунд, я думаю, блин, у меня сейчас родители будут переживать, бабушка, дедушка, вот, как-то не хочется этого. Даже про это уже думаешь. Наверное, самый счастливый момент у них был, когда ты выиграл мажор. Ты можешь испытывать эмоции? Ну, как сказать? Ладно, ну, нет, когда выиграл мажор, я не знаю. Там, наверное, все-таки, наверное, я больше эмоций испытал, чем они. Не знаю, испытывают ли они все-таки, знаешь, вот эту... Потому что мажор для меня и какой-то другой турнир все-таки для меня как бы имеет вес. А для них, мне кажется, что каждый турнир, вот, это, по сути, может быть одинаково. Но они понимают, что важность все-таки чемпионата мира, она есть, но все-таки, мне кажется, внутренне, эмоционально, они не так это испытывают, как игроки, которые понимают, что это такое. Потому что, ну, многие в интервью говорят, что все там... Некоторые игроки играют только ради того, чтобы попасть на мажор, показать себя там, да. Вот. Для них это, мне кажется, они не так на 100% это понимают. Но когда я выиграл мажор, да, они были счастливы. И, если честно, вот я помню момент, когда дедушка сказал, что он гордится мной. И это был, наверное, момент, когда мы выиграли чемпионат мира. Он, наверное, чувствует гордость. Для него все-таки киберспорт... Знаешь, каждый родитель понимает киберспорт и чем я занимаюсь по-разному. И дедушка, наверное, относится ко мне все-таки как к спортсмену, который, ну, вот, действительно там какие-то результаты добивается. То есть для него, возможно, какие-то турниры, это как олимпийские игры, знаешь. Вот он, мне кажется, в таком ключе больше мыслит. Бабушка в целом, для нее каждый матч это как будто финал. Вот. Для мамы... Мама иногда таксичит на соперников, которые нас обыграли. Очень смешно, да. Они такие, да, они такие, такие. Ну, я не буду говорить слова, как бы, да. Но моя мама эмоциональная, может сказать что угодно, но это нормально. Ты им делал подарки, звал их на стадион? Ну, слушай, у меня родители были на московском власти, вот, которым мы не очень выступили, конечно, тогда. Это был последний турнир Зевса, вот. Но я думаю, что они получили крутые эмоции в целом и познакомились с чем. А так бы хотелось их привезти. Но мои родители вообще в целом никогда не были вообще за границей, вот. И мне хочется вообще в ближайшее время сделать им подарок, куда-то отвезти бабушку, дедушку на отдых, ту же маму, вот. Ну, у меня сейчас еще маленький брат есть, вот. У нас с ним разница 16 лет, а ты мой родной брат. Так что хочется как-то, да, начать заниматься не только, там, покупать себе какие-то там вещи, да, хотя я вообще себе, если честно, мало вещей покупал всегда. Вообще в целом все свои призовые деньги в первое время точно тратил не на себя, вот так я скажу. Вот, первые зарплаты, наверное, в первых организациях я полностью отдавал родителям, вот. А потом просто, ну, покупал какие-то, не знаю, мои вот заработанные деньги, это в целом я покупал себе айфон, всегда новый просто, и обувь, вот, в целом. Вот по шмоткам как-то я, не знаю, я не фанат такой жесткий шмоток. Вы хотите купить или продать скины в КСе, в Доте, либо в Расте? Вы это можете сделать на сайте Лискинс. На этом сайте моментальные выводы, бесуперечная репутация и выгодные цены. Сейчас у вас на экране показывается, насколько быстро происходит вся эта операция. Там, возможно, даже выводы на крипту, что не может не радовать. Ссылочка на Лискинс есть в описании этого ролика. Часто ли ты ходил в компьютерные клубы? Насколько они тебе нравились? Нет, не часто я ходил в компьютерные клубы. Я в целом вообще, когда я только начинал, скажем так, свою полу, по карьеру полупроигрока, все считали, что я читер, вот, и тогда мне мой лучший друг сейчас, вот, ну, у меня сейчас просто друзья лучшие, их много у меня, их много у меня. Один из лучших друзей, давай так скажем, вот, его зовут Шерзот, он сказал мне, нужно съездить на Лан локальный и доказать, что ты не читер, вот. И там были люди, которые, типа, там реально мне выписывали такие вещи, за которые, как бы, ну, можно и подраться, там, и так далее, вот. Но я никогда не был таким типом, который, там, любит физическое насилие, не знаю, это не для меня, вот. Я считаю, что трогать кого-то, это не то, что я бы хотел, вот. И советую всем, в принципе, иметь такое же мировоззрение. Он мне сказал тогда, съезди на Лан, и вот я поехал на тот Лан московский, первый раз в жизни, и, причем, самое смешное, что вот первый матч мы играли против чуваков, но, я не знаю, мне кажется, они были, там, знаешь, типа, четвертый, пятый, левел офейс, это, вот. И мы с ними сыграли 16-14. И я так трясся, реально, на меня вообще это подействовало жестко. Я приехал, думаю, первый раз, я такой дискомфорт испытал. Причем мы еще выиграли карту, что у нас чувак за Дефл Бомбу один в три на счете 15-14. Вот, это, типа, было так. И на том же турнире, у нас, правда, тогда первый матч был в 12 часов дня, второй матч был в 8 часов вечера, а четвертый финал был в 2 часа ночи. Вот, такой вот, такой вот ланчик был. Я тогда думал, что, типа, все ланы так проводятся. Вот, и четвертый финал был против Флейми. Вот, и там мы, типа... Серьезно? Да, четвертый финал был против Флейми на первом лане. И мы сыграли, мы вели 14-10 на Мираже в 2 часа ночи. 14-10 на Мираже. Прикоряешь, у нас 14, я помню. Вот, но при том, что я, короче, сначала против вообще, ну, ладно, извините, ребята, против которых я играл, но лоу-скиллы на тот момент, да, были. Вот, и при этом, такой, знаешь, сразу скачок на Флейме был. Вот, и при этом я сыграл намного лучше против него там. Вот, то есть я... И тогда вот все поняли, что, видимо, я без чита. Не знаю, ну, не все, но многие, наверное, разрушили этот миф для себя. И, наверное, вот с того момента я познакомился с Хучом, который меня тогда и посоветовал ребятам из Элементспро Гейминг. Вот, тогда там Жимка, Воттер, Убик. Никто четвертый был, я уже не помню. А, Фейскряк, Дима был. Вот, это моя первая профессиональная команда была. А можешь вспомнить всех игроков, которых ты видел на ланах московских? Ну, мне кажется, я могу назвать даже тех... Ну, не знаю, тогда были Маус ТТ, Зонер, Егорка, Аутбрик, Флейми, Коринниц. Если знаешь такого чувака. Друг Маус ТТ, у них там было какое-то шоу еще совместное. Ну, такие люди. Я не могу сказать, что это проигроки. Это были, скорее, просто какие-то либо популярные люди типа в СНГ-комьюнити, либо проигроки. Но из проигроков как будто вот Флейми, Хуч, Спейс был тогда, который там, ну, в Гамбит на тот момент там играл, вот, наверное, то время было. Был Латро, ну, это старичок, по-моему, был на то время. Ну, какие-то такие ребята вот играли. Вот. И тогда вот Аутбрик, кстати, это тот чувак, который говорил мне больше всего гадостей, мне кажется, и в онлайне. И тогда я вот, когда приехал на первый лан, он просто сидит, я понимаю, что это он. Я так вот подхожу к нему просто вот так вот рядом, а он сидит за компом. Я вот так вот просто смотрю на него, и, знаешь, мне показалось, что я увидел страх вот в его лизе. И он просто так вот повернулся, посмотрел на меня так 10 секунд и просто начал смотреть в монитор как будто вот. И я не понимаю даже, он понял, кто это, не понял, кто это, знаешь. Он, может, подумал, что это за чел подошел вообще. Вот. Я просто знал, как он выглядит, а он, наверное, меня, может быть, и не знал, потому что, я не знаю, были ли у меня какие-то там фотографии на тот момент в соцсетях. Я тогда точно не имел там ни Инстаграм, ни Твиттер, ничего вообще не было. А сколько тебе было лет и какое ты был в телосложении? Да, блин, я большой был все время. Я вот с шести лет начал уже набирать возраст тогда. Ну, я тогда уже был там, наверное, под 130, под 140, наверное, вот. Сколько лет было? Наверное, около 17. 16,5-17, вот где-то так, наверное. Сейчас мы находимся на буткемпе Cloud9, и сразу вопрос. Почему не дом? На самом деле искали изначально дом, но тогда, когда мы начали искать недвижимость, как раз был 22-й год, в самый разгар. Всех передвижений. И очень мало было именно хорошей целой недвижимости. То есть, в первую очередь стоял приоритет комфорт, и все дома, которые были, они были довольно поношены. Вот. И мы много смотрели, у них сейчас в Белграде строится новый район Белград на воде, мы очень много смотрели там. Квартиры тоже больших, там, пятикомнатные какие-то такие. Но потом в итоге нашли вот этот вот уголочек, который нам лично очень зашел. Это ближе к центру дом, он очень новый. Все апартаменты, которые мы сняли, мы были первые хозяева. Вот, да. И как бы сюда пришли, вроде цены такие же. Мы на тот момент, у нас получается 6 спален, суммарно 3 апартамента, 6 спален. Мы на тот момент помещались ровно, потому что у нас то Абай и Нафаня жили отдельно, то Дерфекта и Электроник жили отдельно. У нас хватало 6 спален. Сейчас уже нужно 7, мы еще одну апартаменты снимаем с августа. То есть будет 4, суммарно. Вот, посмотрели, походили, все в одном подъезде. Все доставки еды работают здесь, то есть нет никаких ограничений. У каждого отдельная спальня, у каждого отдельный санузел. Хватает места для игровой. Ну и, собственно, как бы выбор ползам. Зачем себя в чем-то ограничивать, если можно впихнуть. Все вот. Дом примерно выходит от 7 до 10 тысяч долларов. А сколько апартаменты стоят дороже? Ну, примерно, так скажем, верхняя граница, она примерно точно такая же. Может быть, учитывая то, что мы платим за коммуналку еще и будем сейчас снимать 4 апартаменты, оно будет дороже чуть-чуть, но ненамного. Но мы все равно задумываемся о доме, потому что есть минус шумных дорог, то есть не откроешь окна, а иногда мы, естественно, проветриваем. И в любом случае из-за того, что не такое большое пространство, имею в виду потолки и все остальное, иногда в 40-градушную жару бывает жарко. То есть, может быть, если я найду хороший дом, может быть, мы тоже перейдем. О, вот как. Но на данный момент, пока я говорю, удобство того, что здесь все под рукой, магазины, доставки, и то, что все живут в одном подъезде, все равно у всех есть личное пространство, оно пока перебивает дом. Ну, как личное пространство? Я так понял, два человека живут в одной спальне. Нет, у нас 3 апартамента сейчас, еще одни снимаются, но в каждых апартаментах по 2 свободных спальни. Соответственно, каждый игрок живет отдельно. Нет людей, которые живут вместе. Окей, давай посмотрим. Let's go. У нас здесь получается один дом, два адреса. Там один, здесь второй. И здесь вот на третьем, на четвертом этаже два апартамента. Они одинаковые, идентичные абсолютно. Я сейчас вам покажу наши, они просто самые чистые. Мы с Костей. Такие. Ну, вот говорю, круто, что здесь все вместе было с техникой. Стиралки, сушилки, полностью кухня оборудованная, там бойлеры. То есть мы вообще ничего не любим. Кондиционеры везде. То есть заехали, и она причем суперсвежая. То есть никаких вообще проблем не было. Когда у игроков появится дисциплина, убираться за собой, почему мы идем в класс? Не, ну она более-менее есть, на самом деле. Просто это же новая команда. Какая красота. Это же новая команда. Это, кстати, покажите, я специально хочу сказать на камеру, это подарил мне Нафаня. Он просто так без всего. Он сказал, Саня, ты там типа ездишь все время то за продуктами, то за девайсами. Говорит, Белград город маленький, взял, подарил мне электронное самокат Нафаня. Красивый поступок Нафаня. Так, огромное зало. Здесь, говорю, так вот, чтобы прям, оно просто очень новое, свежее, хороший ремонт, считается такие комфорт плюс, я не знаю, как апартаменты. Полностью вся кухня, духовой шкаф, эти все причиндалы, мойка, высокие, ну, в общем, более-менее все хорошо сделано. Ставни закрываются. У нас есть отдельная постирочная, она, в принципе, есть в каждой тоже комнате, в каждых апартаментах. Здесь стиралка, сушилка, можно помыть обувь, если нужно, для грязного этого всего. Это мое рабочее место. Оно очень эстетичное. Зато смотри, что у меня есть. Intel Extreme Master с Dallas 2022. Все получил, помнишь? Сейчас скажу. Акси. Да. Он, потрогай. Почему он его не забрал домой? Он очень тяжелый, да. Я его, я его вез в Dallas, потому что он реально тяжелый. Вот. И потом у Кассирики говорю, пальцы вниз за верх не бери, они потом, смотри, остаются, видишь? Вот. Я ему говорю, ну, забери, ты что-то домой. Говорит, нет, тяжелый, оставлюсь здесь. Ну, да. Это вот, ну, это вот, не со всех, потому что части увожу домой, части оставляю здесь. Но я пытаюсь очень все сохранить, и такой человек... Слушай, ну, ты с ребятами очень долго уже. Давай, топ-3 турнира, которые запомнились. О-о-о-о, вот это ты мне, конечно, сейчас задаешь. Ну, наверное, Rio Major, потому что то, как мы вышли из групп в плей-офф, это был просто феноменально. Матч против Imperial, я запомню, наверное, на всю жизнь, когда просто фанаты показывают все, что только можно с трибуны, кричат так, там, я не знаю, там трибуна была тысяч, наверное, на пять, они орали, как-то, она маленькая была. Я был там, да. И там просто был кошмар. Это, наверное, точно для меня топ-1. Второй. Ну, она готовится, та, которую мы выиграли в онлайн, она не как турнир, с точки зрения, там, большой аудитории или чего-то, она, может быть, не рассматривается, но она настолько тепла в сердце, потому что вот это была команда синергии вот этих вот молодежи, вот мы как раз тогда были очень близки, мы там практически все делали вместе, общались, отдыхали, занимались спортом, то есть вот это вот те эмоции, которые мы тогда пережили, они ни с чем не сравнимы. Ну и, наверное, третий, или Даллас, потому что это был вот наш, после мы тогда очень плохо сыграли в Анферпене, приехали в Даллас и были вот эти тоже все эмоции, как нас встречала американская аудитория, тоже очень надолго запомнится, как будто бы вылетали на эту, после победы, игра с Фейзами в полуфинале, даже не столько в финал, сколько вот тогда Фейзами была очень эмоционально, либо мажор в Стокгольме, просто потому что, опять же, были молодые игроки, но там не совсем хороший финал. Поэтому говорить так. Сколько всего турниров? Штук кого-то 30? Здесь много. Ну я говорю, я увожу все, я увожу приветственные слова от турнирных операторов, все, как их, аккредитации, просто говорю, память, она намного больше значит, чем вот что-то такое, поэтому хотелось. Здесь, кстати, все время все разное. Здесь один состав, здесь другой состав, там 30 скоро будет четвертый. Вот, у нас здесь получается две спальни, Костя на мая, они примерно одинаковые, там есть санузел, у меня свой санузел, вот, я не знаю, что сказать. Слушай, ну это огромная спальня, большая. Да, у нас, у нас, у нас примерно у всех одно и то же. Вот, и они, вот эти, у нас получается апартаменты, одни под вторыми, они абсолютно идентичны. Костя, у него всегда проблемы со сном, потому что он очень сильно переживает за команду, за все действия, вот, свет нужен, вот, и он очень плохо спит, и у него очень, видишь, у него своя подушка, у него там свои средства, то есть он за сном очень сильно следит. Сколько ребят находятся на будке? Я пока трудно могу ответить на этот вопрос, потому что это только новый состав, но вообще мы перед каждым турниром всегда собирались. Перед каждым турниром? Никогда не было такого, а вы эти квартиры будете обратно сдавать? Ой, то есть вы откажетесь? Это вы на год взяли? Нет, мы с 2022 года снимаем, вот, переподписались в июне, у нас уже еще на два года. Серьезно, все эти апартаменты. мы все время их снимаем, постоянно, да. Никнейм Бумыч, ты рассказывал, что он появился из-за твоего стиля поведения. Ну, вообще, было так, что до того, как я вот начал играть в CSGO, у меня были просто, типа, два друга, с которыми я играл в различные игры, просто я был, типа, игроманом на тот момент, да, и как-то мы играли в Лол, и я таксичил тогда в Лоле на своих друзей, типа, я говорил, что ты делаешь, блин, типа, ну, такого вот, и он мне просто сказал, вот ты Бумыч, вот, и все, вот, я, типа, не знаю, как это у него родилось в голове, вот, я такой, как ты сказал Бумыч, я такой, блин, и меня что-то зацепило, вот, просто, и я такой поставил себе, просто, в следующих играх уже ставил этот никнейм, типа, и все, ну, в киберспорте, вот уже как, ну, Б и Л, как бы, и не считают, и я подумал, что даже это может в какой-то момент даже сыграть большой плюс. А ты поставил именно такой ник, через две четверки, кстати, у вас в двух моих никах четверка есть, вот, я не знаю, почему у меня такая любовь. Я не особо должна любить. Как ты думаешь, в какой момент ты перестал бомбить и начал себя контролировать? Слушай, наверное, я бы сказал, что даже, когда я уже пришел в первую свою киберспортивную команду, и у меня первый контракт появился, то есть, вот, ЕПГ, я не знаю, я не скажу, что я был вообще хоть в одной команде машинатором, вообще, то есть, в целом, мой киберспортивный путь уже начался с того, что я перестал быть машинатором. Наверное, просто вот, когда я начал играть в CS GO, типа, там, с друзьями, я мог помощниться, потоксичить, типа, но когда я доходил до, там, профессиональной команды, тренировок, там, и так далее, я никогда не машнил, не знаю. Ну, нет, конечно, были моменты, когда я машнил, наверное, но, в целом, это точно не то, за что меня помнят люди и знают. Ты был активным игроком в Лол, и можно назвать три причины, почему ты выбрал все-таки CS после Лиги? У меня в Лоле не получилось профессиональную команду попасть из-за возраста. Вот, то есть я был в топе ладдеров, вест сервера, я у веста тогда считался самый сильный сервер, типа, по скилу, вот, и, в принципе, я даже играл как-то на турнирах, там, ну, был такое сообщество, лолгейм, где собирались, типа, ребята, которые играют там русские на вест серверах, и были проводились турниры один на один, два на два, и пять на пять, и там был турнир пять на пять, где ты регистрируешься со своей командой, и у них был прикольный формат, то, что есть турнир пять на пять, где, типа, просто регистрируются люди, и они фулл рандомно, типа, делают команды, вот, вам дают, типа, тимспик, и вы играете, и вообще, не знаешь, да, кто, там даже непонятно, кто на какой лайн, типа, идет, вот, как вы договоритесь, так договоритесь, вот, и даже на тех турнирах я попадался с чуваком, который сейчас, по-моему, с такими ребятами, ну, короче, с теми, с кем я поигрывал иногда, некоторые попали в киберспорт по лолу, но меня тогда вообще никто не воспринимал всерьез, как бы там, я не знаю, ну, я не скажу, что я там, типа, отец игры был, да, но, наверное, играл на уровне ребят, которые уже, типа, больше меня в эту игру играют, вот, а причина ухода из лолы мне просто перестали нравиться апдейты, которые, мне кажется, они испортили в игру в какой-то момент, я не помню, под какой сезон, точно не могу сказать, но в какой-то момент мне просто перестала нравиться игра, а почему мне понравилась CSGO, наверное, потому что я 6 лет все-таки играл в паблики в 1.6, и это мне было ближе, еще играл в Poem Blanc тоже, вот, это такой шутер, я запомнил, а? Дошел до динозавриков? Да, дошел, конечно, дошел, я и в ProSeries играл, вот, было делать, и, мне кажется, там, Кван был либо игроком, либо комментировал, да, комментатор, вот был, в Poem Blanc я играл тоже, когда мне было мало, короче, у меня проблема в том, что в Poem Blanc я не шел в Pro команды, в Loll, не потому что я не хотел, а потому что меня не брали из-за возраста, мне все говорили, типа, извини, ты просто маленький, ты просто маленький, типа, там, 15-16 лет, ну, типа, как бы ты ни играл, но ты маленький, а там сидят, типа, чуваки, которым там 20+, ну, не знаю, тогда, может быть, такие стереотипы тоже были, что со школьниками не хотят, типа, иметь дело, вот, а когда я уже в CS GO перешел, ну, вот, мне уже 16 лет, в 17 я по Global, ну, уже как-то со мной больше шли на контакт, люди воспринимали всерьез, и, наверное, понимали, что могут, в принципе, поработать с мной. Ты рассказал, что твой дядя был человеком, который тебе помогал развиваться в CS 1.6, но кто был этим человеком, который помогал тебе в CS GO? Ну, вот, Шерзот, это тот, кто посоветовал мне поехать на LAN, это был бывший полуигрок в Source, и он был, наверное, моим наставником до того, как я столкнулся вообще с полупро уровнем в CS GO, но, наверное, самой главной фигурой, который был вообще в моей карьере, это был XO. Воу. Объясню, почему. Может быть, он не так много дал мне в плане тактической точки зрения, как другие тренеры или игроки, но это был человек, который вернул меня, в эту игру, потому что на момент, когда я ушел из ЕПГ, и мы тогда не прошли на минор, я уверен был, все, я забиваю на эту идею с профессиональным геймингом. И я на тот момент не играл уже в CS 3 месяца, и тогда мне просто мой знакомый сказал, блин, с тобой хочет поговорить чувак, он тренер, а тогда тренеров вообще в CS, в принципе, это было за рождение, вот. И я сначала отнекивался, говорю, что мне может рассказать этот чувак, типа, знаешь, такая реакция была. Ну, я тогда тоже молодой был, типа, неопытный, вообще ничего не понимал, вот. И, типа, думал, ну, это точно фигня. Типа, у меня даже не было такого, что он возможно, что-то мне, типа, я был уже уверен, типа, и в какой-то момент я просто согласился, ну, просто, не знаю, потому что меня уже задолбали. Типа, я подумал, мне проще, типа, не отнекиваться, а просто один раз поговорить, типа, сделать вид, что мне интересно. Ну, вот такие мысли были на тот момент. Вот. И тогда, я вот, не знаю, я офигел от разговора, этот чувак, который просто за два часа мне вернул веру в то, что я могу быть игроком, то, что это мое, и то, что у меня круто, это получается. Вот. Я не знаю, не помню конкретные слова, но он мне говорил про то, что он видит это в моих демках, он чувствует, и просто доверься, давай работать вместе, типа, я тебе раскрою. И я могу сказать, что, наверное, с первой самой главной фигурой, ну, то есть, в моей карьере, это был вот этот человек, который мне помог, это Дима Иксал. И мы с ним иногда переписываемся, не так часто, как бы хотелось тоже, но когда что-то происходит, какие-то изменения, там, в моей жизни, там, тоже, он мне пишет, иногда мы советуемся, нам просто общаемся. Вот. Так что, наверное, он. В твоей карьере было пять именитых тренеров. Угу. Можешь выделить их по импакту в топ-5? Здесь, напомню, это Кейн, Блэйд, Хуч, Грув и Иксал. Кейн не был моим тренером. Он был тренером, а, ну, в смысле, с которым я работал как Айджел. Ну, конечно. Вот. Ну, вот с ним я не работал как Айджел. Ну, слушай, я не люблю расставлять топы игроков, с которыми я играл. Я уже ошибся один раз, назвав Норберта худшим тиммейтом. Он мне потом это припоминает до сих пор. Блин, он же классный. А почему у меня вообще была мысль? Смотри, я тогда сказал, ну, потому что были такие кринжовые моменты, там, где он, знаешь, там, на бус-зиге на уверопассе запрыгивал. А, нет, ладно. На самом деле, один раунд, вот, который смешной. Я сейчас уже со смехом, конечно, все вспоминаю, но были мажор квалы, лан, и мы выходим на фул эко, короче, с ним на монстр. И фул чистая боеведим. Я говорю, парни, мы никуда не идем, мы должны выжить пятером. Это очень важно. И вот пока я говорил все эти слова, Норберт Сака зашел в соло в хелпу, четыре чела было на АБЦ, они его убили, он не говорит, что он отдал АК, мои два выходят в зиге, их Сака убивают, я там еле клатч, выигрываю один в два, я ставлю паузу и просто две минуты на всю студию кричу. Ты че, блядь, ты почему ты меня не слушаешь? Вот, и, конечно, вот, когда я отвечал на тот вопрос про худшую тимуэйту, у меня был тот момент в голове, потому что для меня было не то, что он там ошибся, а то, что он меня не послушал в том моменте, да, и может быть это как бы его маленький возраст был, я сейчас никаких обид не держу и так не считаю. Потому что сейчас в КС-2 он ебан все, что движется. Ну, конечно, он выиграл мажор уже, вот, так что... Ну, это в КС-ГО. Ну, и что? В КС-2 он лучше стал играть, чем в КС-ГО. Ну, я, честно, не сравнивал статистику такую, я не подводил. Ну, конечно, конечно, он сейчас играет в топовой команде, находится в топ-10 мира, вот, так что... Я не хочу расставлять кого-то по импакту, я тебе могу сказать, что каждый просто вносил импакт по-своему и все. И в целом не только тренеры, каждый игрок, даже с которым я играл, потому что я пытался понять видение каждого игрока, пытался как бы у каждого тренера, вот как Костя говорил, у всех свой подход, да. Кто-то бывает больше как психолог, кто-то просто уделяет 24 на 7 время игре, как Блэйд, да. Ну, опять же, не хочется никого и не превышать, не принижать, вот. Каждый был важен и, как бы, насколько чей-то вклад как бы больше принес, я не могу этого узнать просто никак и все. 2016 год, 18-летний Пумыч начинает мелькать на Шел ТВ за команду ИПГ. Это был твой первый контракт, правильно? Да. Были слухи, что Хуч хотел тебя подзвать в топ-15, в топ-19 команду мира Flipside. Да, было такое. Сколько это правда, что он хотел заменить Блэйды на тебя? Я не знаю, нет. Мне кажется, мы с Хучом должны были прийти, были во Flipside вместе. Вот. Как, ну, какая информация на тот момент была? Если честно, я вот тогда помню, что я был в нереальном ожидании в двухмесячном и, типа, я думал, что я вот сейчас приду в Flipside и в итоге я пришел в ИПГ, потому что там, видимо, либо что-то сорвалось, либо поменялись планы. я не знаю, как было на тот момент, но он мне не говорил, что вот точно, но он говорит, возможно, вот реально у нас получится и мы будем играть, типа, в топ-20 в команде мира. Вот. Я, типа, вообще тогда не понимал, но я уже догадался, там, методом, знаешь, такой фраза затрел, я вот такой думаю, ну вот, наверное, да. Типа, я был вообще, не знаю, кстати, возможно, если бы мы туда попали, может быть, и не так бы моя карьера сложилась, может быть, потому что это совсем чуть-чуть другой уровень, знаешь, все-таки ИПГ и Flipside, я мог бы почувствовать жесткий прэшер, вот, и не знаю, потому что даже в ИПГ как бы самая главная проблема то, что я столкнулся с огромным давлением, вот, и я с ним не справлялся поначалу, то есть я не мог прям, я не знаю, на меня все очень сильно давило, я вообще не мог найти свою игру, вот, и как-то, не знаю, атмосфера, и мой страх, наверное, просто и погубил меня, вот, на тот момент. Flipside в то время это была какая-то феноменальная команда, как они могли пробираться на каждый мажор, но сосать везде, где можно? Ну, не знаю, да, много мемов было, что команда там всегда получает стикеры, не знаю, такое время было, просто получалось, ну, ребята, видишь, Андрей гений с точки зрения тактики был, мне кажется, что он сейчас продолжает делать свою работу, потому что он не навыигрывался, пока он был игроком, но он понимал, что он заслуживает этого с точки зрения, наверное, тактической, вот, и теперь он реализовывает себя как тренер и хочет добиться тех результатов, которые он хотел добиться, будучи игроком, но он понял, что он может это сделать лучше вот на этом слоте. Насколько сильно изменилось твое отношение к игре, когда ты появился на шву тебе? Насколько сильно влияло это появление? Надо подумать. Ну, я помню точно, что я очень сильно хотел попасть на ХЛТВ. То есть, я бы не сказал, что мне были важны какие-то цифры, типа, в каком свете я там появлюсь, но именно то, что вот я должен попасть на ХЛТВ, это было целью. И самое обидное, что я попал на ХЛТВ, как оказалось, это была какая-то открытая квалификация на турниры ЕКС, по-моему, от Фейсета, которые проводились. И как оказалось, что потом я собрал команду на ту квалификацию, просто чувака позвал пятого с Фейсета, с которым, типа, даже не друзья был, просто вот он попался в мою команду, я увидел, что он, типа, много набил, я увидел просто некоторые фраги, типа, и вот просто вот в последний момент, там, перед квалификацией написал, ему добавил друзья, он меня добавил, он написал, не хочешь сыграть квалификацию, я говорю, да, давай, вот, у него никнейм был, по-моему, Никол, вот, и потом оказалось, что он читер, вот, и это была неприятная ситуация, потому что меня вот, ну, все думали, что мы, да, связаны, мы там друзья, вот, и в итоге получилась такая ситуация, что да, мы вышли на ХЛТВ первый раз читером, вот, ну, я не знаю, точно ли это, но на тот момент я был, короче, уверен, и там были какие-то и видосы, и там аккаунты, и вакбаны, типа, скидывали, вот, и потом, хотя мы ему все про это говорили, типа, он все равно отнекивался, всегда, вообще, то есть он сам этого никогда не признавал, но на тот момент, да, репутация чуть, вот, испортилась. Кирилл, а можешь вспомнить момент, когда ты понял, что да, все, киберспорт это то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь? Блин, ну, вот я, наверное, когда, смотри, у меня произошло так, что я играл в КС, мне было суперинтересно до того момента, пока я не апнул глобал. Когда я апнул глобал, я, типа, такой подумал, и все, типа, это то, ради чего, типа, все, реально все, и у меня тогда просто брейнлак случился, я не понимал, типа, у меня не было интереса дальше играть в матчмейкинг вообще, вот, мне тогда там рассказывали про Faceit EC, и вот, как-то я просто продолжал играть реально ММ, прикинь, вот я апнул глобал, я продолжал играть ММ, но мне было уже неинтересно, то есть вот того задора вообще не было, и потом я увидел вот просто трансляцию мажора, реально, которая в игре была, вот, и я увидел, что существуют про игроки, вот, наверное, тогда, а потом я потерял эту веру, но вернул. Все, ты апнул глобал? Да. И только после этого ты узнал, что есть киберспорт? Да, я вообще не знал вообще, ну, типа, про киберспорт, турниры, то есть я в Лоле знал, что существуют про команды, но я не знал, что есть какие-то выездные турниры, организации, зарплаты, типа, все такого я не знал, вот, то есть я думал, что есть какие-то турнирчики, которые ты играешь в онлайне, все, типа, это все, что есть, но я могу сказать, что любовь к геймингу именно у меня с детства, то есть всякие Соньки первые, Соньки вторые, игры с мамой, тоже, которая играла там со мной в Twisted Metal, FIFA, всякие игры, ну, то есть любовь к играм именно у меня была с детства, но про киберспорт именно вот загорелся желанием, когда апнул глобал и увидел, что существуют реально выездные турниры, мне стало это интересно, потому что для меня как-то всегда было интересно путешествие, Мне казалось это круто, потому что ты познаешь мир, что-то новое, у всех своя культура, везде есть свои интересные места, вот, и мне как-то хотелось путешествовать, а я подумал, блин, круто, я могу совместить любимое дело, плюс путешествовать, и это еще и может в какой-то момент стать работой, что будет позволять мне выживать, вот, и я подумал, ну, тогда вот это три, наверное, сновидящие вещи, которые, как бы, я считал за самый главный плюс лето 2019 года тобой интересуются navi как это был это были наверное на тот момент самые тревожные дни недели потому что наверное для меня это было тогда то к чему я и стремился играя в тех командах который играл до этого потому что все-таки navi на тот момент это была команда которая собирает лучших игроков которые участвуют на всех топовых турнирах претендует на победу в них и там были очень супер известные личности игроки которые были на просто самом хайлевле вот и наверное я думаю на тот момент каждый мечтал попасть туда как проходили тест тесты я уже если честно не помню были ли тест мне кажется что не было тест тестов если честно то есть он на моей памяти просто были переговоры и все я не помню чтобы были тесты хотя может быть они были но вот видишь если они мне особо запомнились то значит значит это были такие неважные тесты когда тебя звали navi на место эдварда ты понимал уже в тот момент что зевс хочет сделать из себя преемник я понимал что это в планах но я не знаю это был ли в планах зевса или в планах организации не могу сказать тебе на тот момент но вообще забавно получилось что я заменил эдварда потому что эдвард это был мой идол вообще и это был мой любимый игрок и знаешь очень забавно для меня на тот момент я не мог поверить что я же заменил своего любимого игрока вот для меня это было тогда вообще какой-то нонсенс в голове то есть я бы хотел с ним поиграть команде а я его заменил знаешь это как на тот момент я даже чувствую какую-то вину знаешь мне было жалко так вообще вот это было да необычно а у тебя была какая-то привязанность к прошлому составу winstrike было ли тебе сложно уходить да 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 вот вообще в целом для меня вообще каждый уход из любой команды вообще неважно там хоть и из там тир-5 команды перейду в тир-1 вообще для меня очень это сложный переход и я тогда мне кажется даже первых интервью которые делал для нави я говорил что для меня каждая команда этой семья и неважно там иду я на повышение там как бы для меня очень сложно расставаться я в целом общая всегда к любой команде в которой нахожусь я отношусь как семье потому что это люди с которыми вот просто не все понимают возможно или глубокую глубокую такую мысль что это люди с которыми ты проводишь но если мы берем там дать сейчас тир-1 реально будут темпы и в целом графики до киберспортсменов это люди с которыми ты проводишь но 90 процентов своего времени это люди которых ты должен лучше всего понимать чтобы вы лучше играли потому что единое понимание на вырабатывается да так как и игровое но чтобы понять человека в игре ты его должен сначала понять вне игры вот и ну не знаю для меня как бы команда тиро семья всегда слово вот то есть для меня команда эта семья вторая семья и как бы каким бы там переходом это крупным не было известно рек на ли мне тогда я даже в какой-то момент задумывался я не могу так поступить я говорил себе уйти из винстрайк вот то есть это та команда которую я сам там набрал в какой-то момент должен состав который был сквиком норбертом вайлендером world эдитом вот и я не знаю для меня это было вообще очень сложно очень сложно морально и может быть многие там думают что вот это просто слова но это действительно были вообще очень огромное переживание и не очень огромное чувство вины что я вообще на подставил их вот я не ну это на самом деле не так вот мне кажется но я чувствую на себя именно так в тот момент но по сути ты собрал сам это составлен страйк но и первую но заскалывать а у морберта это правда ну смотри я тогда взял вайлендера и world эдита но тогда вообще когда я собирал свой состав я хотел взять мира и мол вот но они либо мы их не смогли выкупить либо они сами отказались и на тот момент у меня было предложение из гамбит вот прийти перейти к ним но я от него тогда отказался в пользу того чтобы собрать тот состав который я хочу могу объяснить свое решение я тогда отказался от гамбит потому что ну смотри вот было две чаши весов собрать свою команду либо пойти в гамбит где я бы чувствовал вот тот прэшер то есть вот уже несмотря на то что я уже прошел вот эту проблему с своим прэшером в киби файр там в epg но все-таки я почему-то думаю что вот там я могу там там со мной может в гамбит произойти то что произошло в epg вот и почему-то я думал что вот тут я соберу свою команду винстрайк мне опять же сказали там полный карт-бланш там ну будем стараться покупать тех кого ты скажешь вот то есть это тоже были хорошие условия да и я тогда забоялся этого прэшера я забоялся что если я подумал что если я пойду в гамбит и у меня не получится то на этом карьера моя может закончиться а так я могу попробовать собрать свою команду и постараться посмотреть не только на что как бы ребята которых я соберу способен а на что я способен и как человек который старается собрать команду но тогда мы подписали world эдиты и вейлендера вместо них на тот момент должны были быть моей голове мир и мол но опять же с ними не получилось нужен был молодой стрелок потому что world эдиты вейлендер это скорее более были опытные игроки чем молодые стрелки вот и норпер тогда это был ну тот парень который показывал неплохой индивидуальную игру да он несмотря на то что мы взяли он там много ошибался но он реально был не знаю ведь виден был его талант вот и квика я вернул потому что ну не знаю клик как-то подходил паролем на тот момент и мне казалось что он достоин того чтобы его вернуть не то чтобы другие недостойны но как-то короче не знаю вот получилось так как получилось вот и вернул к века а можешь вспомнить бюджет который тебе отдавали винстрайк на пополнение все ой я и мне не называли бюджет мне просто сказали карт-бланш вот состав который ты хочешь и мы постараемся типа и все вот такие словами говорили а кто мог быть еще в составе мир мол димасик димасик но все из-за этой касты примерно ну вот димасик был потому что мне очень нравилось как он играл в авангар мне он казался очень крутым игроком но не знаю потом а из-за того что меня звали в гамбит я помню гамбит пришли к такому методу что они знали что я хотел играть с димасиком и гамбит взяли димасика и думали что из-за этого не уверен что точно там они из-за этого только его взяли да но как будто такую историю слышал что тогда они хотели такой как бы мини план сделать вот они у меня по сути его забрали но кстати потом у нас димасиком были контр и жесткий мы там немного такси член друг друга на турнирах по валоранту это было вот мне не знаю ладно не буду воспринимать у меня нет никаких обид это было давно но какие-то короче у нас контр и потом были вот так что может быть она и к лучшему момент с нами это был ужасный момент в твоей истории в твоей карьере какие у тебя были варианты куда перейти после на ту сфинсер предложение не было особо вот то есть я сам вышел на разговор с не то чтобы с джету а с оселотом вот и я ему сказал интересно либо вам была моя кандидатура и на мой вопрос он ответил сам вопросами и вопросы были в стиле вот если ты будешь играть у нас то вот тебе нужно будет жить либо тут либо тут либо тут тогда там германия либо андора либо сербия вот и как бы смотри почему я потом говорил в каких-то интервью там да когда даже трек делал мы там на стриме говорили что у меня были переговоры потому что я считаю если я задаю вопрос интересно ли вам кандидатура а вы мне на этот вопрос отвечаете вопросом если ты будешь играть у нас то тебе придется переехать сюда и сюда и сюда значит какой-то интерес присутствует верно я прав вот именно поэтому я их назвал переговорами но так официально что вот мы садимся типа общаемся не было но какие-то такие вопросы как бы с которые подразумевают небольшой интерес и возможность что это произойдет это было вот но все ушло на том моменте когда я не увидел интереса в том где они предлагают мне жить и тогда я прекратил все потом мне было интересно присоединиться к ребятам в антропик на тот момент но приглашение от них не было и кстати это было для меня немного странно но возможно я тогда много себе думал но как будто бы и можно было можно было можно было практику на рассмотрим как он у вас устроен это новая составка да в принципе все комфортненько все рядышком здесь я сижу да мне просто нравится этот стол больше на меня комфортник почему-то по высоте просто тот по-моему не регулируется этот регулируется я привык все время одну высоту стола выстраивать комплектующие кирилл какие у нас как я слышал что вы хотели поменять процессор да но я просто дома себе купил компьютер вот недавно помню где-то вышло 1400 вот и я слышал что md 7 800 что там это по-моему лучший прост 3 я его купил не на меня дома стабильно 700 вот здесь стабильно 500 600 но не знаю иногда бывает просто вылетает игра но мне кажется это просто мышка из 2 и не знаю ну пофиксили вроде 360 герц да на 300 у всех секрет лаповое кресло по девайсам примерно у всех одно и то же правильного ажи теки но я вот себе новую клавиатуру booting жду мне она едет еще три дня так не знаю я всю жизнь играл на зови перешел на deslader беспроводную потом мне уже говорили ты чё как мамонт играешь на проводной зови c1 хотя сейчас уже вышла беспроводная но я уже приучился хват я кстати вот где-то недели ты мне понадобилось чтобы я чувствовал себя комфортно насколько часто меняешь девайс слушать да и редко я вообще не любитель смены девайсов и привык вот на одном не знаю играть как и в принципе настройки в кейсе никогда не меняю не знаю я за всю жизнь поменял резолюшн я играл на full hd первый год свой профессиональный потом перешел на 4 на 3 тысячи 124 сначала и вот сейчас 1280 960 вот у меня по сути за 7 лет профессиональной игры 3 резолюшн есть какие-то определенные настройки винды в нвиде вот я не знаю все парятся отвечаю все еще хотят узнать настройки нвиде зайву я помню абай абай полгода говорил что типа он хорошо общается зайву но как только доходит вопрос типа какие нвиде настройки он не отвечает не знаю я всегда просто убираю акселерацию ставлю цифровую интенсивность и в нвиде яркость контрастность все вот так тысяча девять восемьдесят да да настройки я не знаю вот у меня как с кс го они были такие только наверное на хай поставил тени вот ну потому что кс 2 тени решают вот остальное все на все все как у всех а ты изучал что делают вал сейчас какие они обновления делать на про цене не делают единственное мне вот некоторые пишут посты всякие там что фиксить вот единственное что мне кажется что надо пофиксить для про сцены это бак с бустом где невозможно буститься надо перезагонить в игру наверное еще бак с водой что иногда слышно типа как ты на шоссе по воде ходишь на нубисе вот это очень сильно решает ваш по датам не можешь прийти на 6 и наверное я бы сказал что где бак что ты в край молеком наш смогу вставать вот это тоже на просто не ну очень обузится на фейсе везде вот мне думаю что эти вещи на самом деле должны пофиксить потому что они очень влияют на просто ну реально делать бустые просто какой-то важный раунд и он не работает просто после этого по сути у тебя рожатся комбина которая строится от этого еще невозможно не знает в песен короче вот и по сути вот мы каждый день брать играем это каждый каждый то есть не нет такого что это там редко это каждый день у меня будет такой вопрос кириллу насчет тренеров я хотел бы тебя спросить топ-3 тренинг не я не практически ни один человек не сможет на этот вопрос ответить объективно объясню почему мы не видим это ровно как приведу пример когда мы пытаемся судить результаты матча и догадываться кто сделал больше импакт тот или иной матч не слышит коммуникацию мы можем судить игрока и говорит ой как он плохо но мы не знаем возможно в этот момент ему тиммейт не дал инфу или дал неверную возможно это была установка тренера или капитана делать ему во что бы то ни стало определенную последовательность действий для того чтобы он там создавал space на карте блокировал какого-то игрока ломалом атаку и так далее то же самое с тренером результативная команда может иметь плохого тренера и наоборот не результативная хорошие или тренер который есть тоже разные форматы тренерства когда ты очень много посвящаешь игре когда посвящаешь морали когда ты посвящаешь подстройки противника есть варианты когда допустим там тренер в себе сочетает несколько качеств очень тяжело судить и не видя изнутри то есть но мы можем результатами досудить там объективно допустим там на текущий момент комплей войдет полигон почему все очень просто состав пересобран практически с нуля верил ли кто-то что этот состав он сможет выиграть турнир уровня мэйджет год назад я думаю что наверное таких мало сейчас спустя время да мы можем говорить молочу насколько сильно ты заметил разницу в игре от вертис про после хомы опять немножечко тяжело судить объясню почему произошло изменение не только в том что пришел новый тренер а пришел электроник и уже с приходом электроника начались определенные изменения связанные с чем со скоростью атаки в первую очередь с тем что появилось больше агрессивных каких-то мувов появилась плея больше агрессивного быстрого но это началось при электронике то что с приходом андрея если меня там спросит как я к нему отношусь я его уважаю и уверен то что это сильный тренер можно смотреть по результатам пандос например да да он не был тренером команд тир один но это однозначно хорошая кандидатура как я отношусь к тому что заменили достана это уже другой момент как бы почему я не буду давать какую-то оценку мы не знаем внутренней кухни в п им наверное вине оттуда изнутри но для меня это один из самых лучших тренеров за всю историю мы берем опять наберем результаты и отрезок за длительный период в п демонстратив демонстрировали невероятно стабильную игру они выиграли мажор они постоянно были в топе и связка джейн достан однозначно работала плюс он один из тех кого еще уважают с точки зрения личности как человек вот по поводу андрея пока тяжело видно видны там очень прикольные распитки которые вот я вижу вместе они сделали какие-то были наработки дома как будто там с приходом андрея однозначно это видно есть прям крутые раунды но вот сам стиль меняется это больше наверное с приходом дениса может быть вместе они обсуждали мы же не знаем мы видим официально амонса когда начался сам процесс перехода и смены тренерского состава тяжелых при каких обстоятельствах ты получил он в этот ванвин кто тянется я уже сам пообщался по моему с кучом вот по поводу того что я хотел бы поиграть в его команде но на тот момент смотри у меня просто кончился девяти месячный контракт вот то есть я сидел девять месяцев на банке потом меня контракт кончился я в целом у меня была возможность для пяти наверное или шести организации собрать команду вот и скажем так там было возможностей много и вариантов игроков много были мои там dream team состава до которые собирал меня был как-то когда я летел делать трек я вот самолете знаешь чем занимался я составлял себе шорт-лист игроков вот не смотрел на позиции там на то как они сейчас играют а вот просто тот тот с кем мне кажется что мы бы могли вот зажечь вот я могу тебя даже назвать давай шарфист тогда точно у меня шорт-листе был лаки у меня был flyme у меня был джери я хотел jerry взять к себе в команду и хотел чтобы он стал игроком а не колером потому что мне казалось что джери поднял ну вот это мое мнение джерри поднял свои коллективы на должный уровень он их поднимал поднимал потом менялся состав он опять поднимал поднимал потом менял состав вот я вижу что у него есть ну какое-то знание какое-то понимание но мне кажется, что он сам перестал развиваться за счет того, что он просто по одной и той же лезет. Знаешь, он как будто по экскалатору, который едет вниз, поднимается наверх бесконечно. Это выглядело для меня всегда так. И мне почему-то казалось, что он мог бы быть хорошим игроком, именно не капитаном. И мне казалось, что ему просто нужны люди, которые либо понимают где-то на уровне, как он, либо больше него. А он все время был воспитателем таким. Но не получилось. Вот. То есть мы к другому составу немного пришли из-за Дениса Дека, которого было сложно выкупить. Как ты можешь оценить свой опыт в OneWin? Насколько ты был полезен? Насколько тебе там нравилось? Слушай, насколько я был полезен, надо спрашивать у ребят, которые играли со мной. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я просто старался, не знаю, давать то, что мне казалось нужным для ребят. Не знаю. Пытался как-то развивать, пытался объяснять. Не знаю, насколько они вообще понимали то, что я говорил в каких-то аспектах. Не знаю, насколько это им нравилось, не нравилось. Это же все индивидуально. Вот. Но могу сказать, что спустя, наверное, какое-то время мне казалось, что ко мне как-то отношение такое, знаешь, не с полным доверием есть. Вот. То есть там были моменты даже, что меня сделали колером, но оставили там, например... Ну ладно, нет, это ты момент, я понимаю, но, например, меня сделали колером, но на Vertigo колил не килбек. Вот. И это было основано на том, что, типа, я не играл в эту карту, у ребят это была лучшая карта. Вот. И даже были, по-моему, два дня, где я попколил на Vertigo, но потом обратно поставили Лешу. Вот. И это для меня... Я не то чтобы обиделся, но возможно, где-то внутри меня это, знаешь, что-то подъекнуло как-то с недоверием. Вот. Но в целом потом результаты улучшились. Вот. Мы начали выигрывать онлайн-чимпы. Хоть мы, честно, провалили РМР, я считаю, очень сильно. Там вообще разгромные счета. Что-то типа там 2.13, 1.14 в Best of 1 у нас. Начало карт было. И мы там потом камбэчили. И в итоге все заканчивалось там 16.8. Вот. Но очень много нервничали. Не знаю. Не смогли показать вообще даже половину своей игры. То есть тот Трейвис, который в онлайне сносил всем бошки, на лане тогда чуть-чуть не получилось у него показать. Может быть, он переживал. Но, кстати, Саня молодец, потому что на следующем уже он показывал свою игру. Я видел, что работа проделана. И он получил, видимо, какой-то опыт и уже реально может показывать на лане приближенно к тому, что он показывал в онлайне. Потому что, когда я играл в праки с Трейвисом, я в какой-то момент думал, что это не Трейвис, а Ника сидит. Без шуток. Он реально удивлял. Вот. Остальные ребята... Ну, Денис, он специфический деком. Вот. Это Dead Insight. Я его очень люблю как друга. Я считаю, что это уникальный игрок. Вот. Он очень круто попадает. Он очень круто двигается. Но он вообще делает фокус не на тех вещах, которых нужно. То есть, у него нет такого, что он думает, где вот мне нужно улучшиться. У него нет таких мыслей. Он просто вот делает, потому что он хочет. И все. У него нет вообще какого-то, мне кажется, мыслительного процесса. Вот я хочу посмотреть демку там затем, затем. Для него демки это не тот человек, который будет смотреть демки. То есть, если вот я и Денис приду, скажу там, Денис, давай посмотрим демку. Он сядет со мной, и он будет вот так вот сидеть смотреть. Он посмотрит, он не против посмотреть. Но он думает, что это ему ничего не даст. Вот. И просто Денису нужна, не знаю, какой-то человек как Аксол для меня может быть в какой-то момент. И я пытался даже им стать. Типа, я пытался развивать Дениса. Вот. И я не знаю, получилось ли где-то у меня развитие или нет. Но он специфический, уникальный игрок. Мне кажется, он очень талантливый. И если он переосмыслит немножко, то, может быть, он реально будет улучшаться намного больше, чем он улучшается сейчас. То есть, этот процесс у него сейчас идет, может быть, не так быстро, как мог бы идти. Вот. И сейчас он должен понимать, что время тикает. И нужно, как бы, прогрессировать быстрее и быстрее, если ты хочешь добиться очень огромных успехов. А это в его силах, я тебе точно могу сказать. Про Лешу что могу сказать? Леша, мне нравится, что он очень позитивный. И, в принципе, с ним атмосфера в команде очень хорошая. Он был, как таким, знаешь, душой компании всегда. Леша. И, честно, я вот... Мы чуть-чуть разговаривали с тобой до интервью. Я тебе рассказывал про то, что Блэйд как-то выделял то, что Леша хорошо колит на мираже, когда я был в Na'Vi, а они были Entropic. Вот. И у Леши есть свои сильные стороны, как капитана. Вот. И, в принципе, мне нравилось играть со всеми ребятами. Не было вообще никакого не негатива. Но был период, вот под конец OneWin, когда были вопросы... У некоторых игроков были вопросы к Хучу. И я бы сказал, что у всех, наверное, в команде были вопросы к времени, которое Леша уделяет игре. Потому что всем казалось, что это недостаточно. И, ну, как бы... То есть заканчивается командная тренировка, и Леша мог позволять там, ну, сразу уйти просто там к себе домой. А ребята там сидят, играют по 3-4 фейси. Вот. И мы могли это там наблюдать на бодкемпе неделю. Вот. Ну, короче, были какие-то чуть-чуть аспекты, которые там были недопонимания. И сначала люди были недовольны, обсуждали это между собой. Потом мы пришли к тому, что мы должны прямо об этом сказать. Мы прямо поговорили. Но не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Может быть, он, конечно, это воспринял разговор. Я не могу его винить. Вот. Но как бы потом произошло, так произошло. Про Игорька. Про Игорька. Игорек очень интересная личность. Вот. И мне он очень нравится. Он, не знаю, он специфический парень с точки зрения того, что у него есть очень огромное количество вещей, в которые он верит, которые он делает уже 10 тысяч лет. И некоторые люди, наверное, и даже и как я в каких-то моментах думают, что это какая-то слабость его моментен. Ну, то есть, что я ему всегда приводил пример, что мы, когда готовились к ним, когда они были в Антропик, он все время, короче, давал на мираже, вставал под бочку и все время давал один и тот же дым, вот, в быдом, который позволяет, типа, если чувак подходит под створки, то у него, типа, в экране дым, а ты его видишь. Вот. Но фишка в том, что, когда он дает этот дым, вот, там, если на мираже выйти вот с борща и направо на диванчик запрыгнуть, то ты всегда видишь его голову. И мы, когда, короче, это увидели, Саня Симпл его так один раз убил. Вот. А я пришел потом в OneWin и говорю, Игорек, слушай, ну, он казался, короче, суперскриптовым типом. Вот. И у него действительно есть вещи, в которые он верит. Я не буду его все там фишки раскрывать, да, а то сейчас он скажет, и что там. Ладно, он так не скажет, он посмеется, на самом деле, когда увидит это интервью. Вот. Игорек мне чем-то нравился, в нем что-то есть, но мне кажется, ему надо с менталкой поработать, потому что я от Игорька видел, да, я уже старый игрок, я опытный. Он как-то к себе относится, не знаю, он уже как будто чуть-чуть где-то в мыслях, что ли, не то чтобы сдался, а уже где-то может прекратил верить, что типа он перспективный. Мне кажется, ему нужно чуть-чуть быть настойчивее и упорнее, вот. Но может быть, как бы он это потерял со временем, я не знаю. Я не так много с ним успел поиграть, вот. Но мне кажется, что Игорь спокойно мог бы быть в тир-1 команде. Давай вернемся к НАВИ, и у тебя был там такой период, когда вы взяли Гвардиана в себе состав. Насколько сильно ты был вовлечен в это решение? И почему с ним не пошло? Как ты думаешь? Почему с ним не пошло? Мне кажется, что дело все... В рейзе. Нет, мне кажется, что Ладик все-таки пришел к нам как снайпер, но когда на каких-то там байраундах, на праках условно, где Ладик засейвил сам ОВП, и он такой отдает его Сане в следующем раунде и говорит, «На, Саня, типа, раунди». И в тот момент, наверное, казалось, что как-то все-таки он не так уверен в себе, как мы бы хотели, чтобы он был в себе уверен. Не знаю, может быть, он не справился с прэшером, но, честно, были буткемпы, где, не знаю, не было такого, что я видел, что мы всей командой отдаемся процессу. Короче, как-то было все. Не знаю, может быть, у него были проблемы с уверенностью, но, опять же, в какие-то моменты атмосфера не самая лучшая была. Как бы это по ненаслышке все знают. Когда ты был капитаном в «Нави», вашим тренером был Кейн. Что ты можешь про него сказать? Фух, ну я не так много с ним успел поработать. То есть, по сути, мы поработали полгода. Вот, это «Старладдер Берлин Мажор». Вот после него, по-моему, у нас пришел «Перфекта» и пришел «Блейд». Я же, если не ошибаюсь. Вот, Миша, опять же, полгода с ним работал. Он больше работал с «Зевсом», чем со мной. Со мной, короче, связки. Я с Кейном не было. Вот, как бы, как работали там Миша и Даня там наедине условно или работали они, я не знаю. Вот, так как они работали в командах, Миша, ну, по-моему, он просто много смотрел демок. Вот, знал, чем играют соперники. То есть, он просто знал информацию, смотрел демки. Вот, но чтобы там придумывать какие-то раунды, не знаю, немного такого было. У Дани такой стиль вообще колерства был, что, ну, вот, на момент, когда я пришел, он просто скорее говорил ребятам вектор атаки, на какой плент надо атаковать. И у него реально чаще всего, ну, так получалось, что мы туда выходили и выигрывали раунды. Вот, у него такой-то такой стиль был. У него не было такого, там, точные скрипты, вот флешка в эту секунду, там, ты там должен оставить такие гранаты, у Дани такого не было. У него был стиль такой вот просто прямолинейный, там, пойдем туда, вместе толпой, дадим пиздец. Ты можешь его сравнить с кем-то сейчас? Даню? Да, Даню. Есть кто-то сейчас на сцене такой же? Или эта система его не сработает в КС-2? Не знаю, не знаю. Ну, смотри, нет такого, что какая-то система не может работать. Мне кажется, что какая-то система не может работать с конкретными игроками. Вот, потому что, опять же, кому-то такая система подойдет идеально, кому-то это не будет нравиться, кто-то хочет играть более умнее, там, да, или, ну, более структурирование, так скажем. Опять же, каждый игрок своей школы, скажем так. И каждому что-то ближе, что-то комфортней, вот, но в целом надо как бы быть разносторонним. А можешь вспомнить подписание Перфекта? То есть, это какой-то парень без особого рейтинга на официальных играх, парень из Сибири, и вы его подписываете. Верил ли ты в то, что он станет скоро суперзвездой? Я верил, потому что я был одним из тех, кто его советовал к нам взять. Вот, и я его тогда заметил на лане каком-то в Питере. Я был с, не помню, мы были Киби Файер или Вин Страйк, если честно, на тот момент уже, но это был состав вот с Джимкой с Уотером. И тогда они играли ребята в команде Атландс. Вот, и мы играли в финале как раз против них, и там Илюха типа круто сыграл, и я прям его заметил вот на том турнире, и не знаю, почему-то мне, короче, в том матче, хоть мы их и выиграли в финале, но я чувствовал какую-то силу нереальную вот именно от него. Вот, и он, вот, именно первый раз, когда я о нем, вот, скажем так, узнал, и он засел в моей голове, это был тот Лан. Вот, и когда там был шорт-лист, там не я решил на тот момент, на кого мы будем брать пятого, это решал там Андрей и более опытные игроки команды, но вот, я не знаю, я точно был один из тех, кто продвигал Илью больше всего в нашей команде. Вот, то есть, ну, наверное, я имею в виду, я был больше всего за него из всех кандидатов, чтобы мы его взяли. Вот, и так получилось. Сегодня я услышал про шикарную поддержку от твоих родителей, родственников. Расскажи, пожалуйста, кто тебя еще поддерживает? Что у тебя сейчас наличие? Друзья, друзья, на личном, я могу так сказать, настоящая любовь любит тишину. На своем примере научен. Понял. У нас такая история была с Якиндером, с Вандерфулом. Кстати, я слышал там, Якиндер хочет стать портн-актером, я тоже не против. Не, я, конечно, не готов с ним там, если что, вдвоем. Такая история у нас есть с Якиндером, с Вандерфулом и с Хоббитом. Они после победы на крупном турнире говорят про Сэби-шок на сцене. Есть ли возможность, чтобы ты бы сказал про Сэби-шок, что ты тренировался на Сэби-шоке и благодаря этому выиграл турнир, и если выиграешь турнир от миллиона долларов? Типа я могу сейчас дать тебе такое обещание, я как Зевс и Олаф Мессер, Олаф, I love you. Слушай, да я просто уже давал некоторые обещания другим людям, так что... Где очередь? Ну, очередь, да, если только очередь стать, то в принципе можно, да. Но я думаю, на третий выигранный турнир могу. Третий выигранный? Да. А то есть есть два обещания. А третий выигранный просто? Ну вот да, три турнира выигранных крупных, ну давай не от миллиона, даже я бы взял, в принципе, просто любой тир-1 турнир. Любой тир-1 турнир, третий, третья победа. Третья победа, все, все договорились. Да, про сервера, нужно добавить сервер демо, где нет возможности брать АВП. Я не знаю, может есть такой? У нас нет его. Добавь, пожалуйста, пожалуйста, я буду самым частым юзером, там, запомню. Почему вас бесит до вапера, вы должны перестреливать снайперов? Да нет, ты не понимаешь, как люди стоят на АВП, они просто стоят и смотрят респ, да, они просто слышат звук респа, делают стрейф и дают фазум. Вот их игра на деме с АВП. Не все так делают, но многие. Хотя я сам был недавно человеком, который играет на деме с АВП, мне потому что, я не знаю, нет, ну я понимаю людей, которые тренируются на деме с АВП, потому что на деме с ботами тренироваться, ой, точнее с АВП на ботах тренироваться, это как-то уныло, я не знаю. С АКа, я хотя бы понимаю, ты там флик тренируешь как-то, но с АВП хочется как-то по бегущим бегать, потому что по ботам я как-то пострелял, потом просто не можешь попасть на праки, потому что с АВП и Ганна это немного другое. Флэми, Симпл, Электроник, Перфекта и Блэйд. Именно с этими людьми ты впервые в своей карьере стал топ-1 шоу тебе. Можешь вернуться в те времена и описать каждого из них? Егор очень жизнерадостный, я бы сказал, что этот человек одних интересов со мной, то есть мы смеялись над одними вещами, обсуждали одни вещи, делали одни вещи, любили одинаковую еду, любили всякие одни и те же вредные привычки типа снюсов, я не знаю, любили там сбегать за 10 минут закрытием мака в мак, типа бегом и поржать с этого, ну не знаю, то есть это как-то какой-то такой просто коннект, который ты не со временем наработал, а он сразу у тебя был. Знаешь, есть такое, реально вот с каким-то человеком пообщался и чувствую, что вот все как будто уже налажено, хотя ты с ним условно первый день знаком. Вот, и Егор стал для меня таким человеком, не знаю, ну вообще как бы Егор это был и вообще самый, наверное, первый проигрок, с которым я познакомился. Вот, то есть и когда ты, когда я познакомился с ним как раз на том первом лане, у меня и возникло, что блин, я бы хотел играть с Егором, такая мысль была. то есть у меня был любимый игрок Эдвард, я хотел с Егором играть и все как-то к этому реально. Ну ты заметь, насколько вы часто пересекались с московских ланов до Нави. Ну было время, да, ну а, ну еще мы с Егором начали дружить, в московских ланах тогда очень были популярны десятки, десятки, это типа, ну условно там 10 кентов собирается, просто заходит и 5 на 5 играют, миксуют составы, убирают капитанов, вот, и меня тогда позвали в такую тусовку, там был Хуч, Спейс, Майс, там Видок, Кибакин был, я не знаю, много ребят, короче, были, Наркадий, ну короче, не всех там даже знают, про кого я сейчас называю, ну вот там Флейми был, Маус Тетэ, Ниц, вот, и как раз там Егор типа играл в эти десятки тоже, я почему-то не знаю, всегда, но на десятках так выходило, что я резал Егора, вот, и он в какой-то момент уже на стриме, да блять, ему неинтересно против нас играть, хотя я вообще был никем, он не знал, ну типа вот на лане он со мной познакомился, вот, и тогда вот, как бы и он тоже начал обо мне больше узнавать, и мне нравилось типа с ним проводить время, потому что я вообще первый раз в жизни попал в такую тусовку, вот, и как-то не знаю, потом, когда пришел в команду, ну, наверное, не только мне интересно было с ним общаться и подружиться, а это было взаимно, вот, и все. Симпл? Саша, Саша это вообще, это легенда, во всяком его смыслах, знаешь, он может быть супер гуд гай, или может быть ему кто-то испортил настроение, а может быть этот человек ты, тогда лучше не подходить. Да что, Саня, слушай, были сложности у меня вообще с восприятием там какой-то критики, иногда там, да, критикой, которая может быть в оскорбительной форме, вот, но я сейчас уже перерос, и Саша, в принципе, сделал изменять человека, которому, в принципе, сейчас п***ю, ну, как бы, мошну, извини за это выражение, вот, он, как бы, в тот момент были, да, моменты, где ему там много не нравилось, ну, реально, я понимаю Саню, Саня всегда просто стремился к тому, он хотел того, чтобы каждый играл и мыслил, как он, вот, он видит ситуацию, если мы сыграли не так, как бы он сыграл, все, сказать, что, ну, почему ты такой, как ты вообще там можешь играть в моей команде, были, ну, разные слова, там, я, тогда я очень сильно обижался на это, сейчас я вспоминаю это, ну, с какой-то улыбкой, потому что это был сложный период в жизни, который мне очень сложно давалось, я общался с этим и с психологами, и с друзьями, и даже с другими тиммейтами, то есть, меня это прям ломало, и, я не знаю, я терял свою какую-то вообще уверенность, то есть, ну, не знаю, короче, разные моменты были, вот, было сложно, но я, я как бы не знаю, не могу обижаться на него, потому что мы все-таки выиграли мажор, выиграли 10 турниров, у нас был суперуспешный год, и в целом, я больше хорошего могу вспомнить, чем те грустные моменты, которые я испытывал все, опять же, да, это все дело к тому, как я относился, да, к этому, то есть, можно относиться там, что можно обижаться и таить обиды, а можно обижаться в моменте, потом осознавать, почему, что и как было, и не знаю, для меня больше имеет значение то, что мы выиграли, то, что мы прошли вместе, какие эмоции испытали вместе, какие турниры мы выиграли, вообще, как мы отдыхали, помимо КС, вообще, какие у нас были там тимбилдинги, просто тусовки, общения, и Саша, это супер душевный парень, так что, я могу только хорошее сказать, опять же, были негативные моменты, да, и все об этом, все это видят, все это знают, но, опять же, мне сейчас вообще это не важно, что было, общаемся. Электроник. Электроник, я всегда говорил, что это человек, который больше всего мне помогал в плане развития игры, когда я пришел в Na'Vi, то есть, он мне больше всего обучал, смеялся над теми вещами, которые я говорил, говорю, парни, а вы знали, что я, прикинь, пришел в Na'Vi, и говорю, парни, прикиньте, по первому респу на длину выходить быстрее, если вы перепрыгиваете через бортик, я, прикинь, пришел к пацанам в Na'Vi, и говорил такую фигню, Электроник с меня угорал тогда, или, ну, короче, какие-то показал фишки, которые они знали, наверное, еще лет пять назад, вот такое, и он угорал с меня, но мне казалось, что Денис больше всего развивал меня, потому что он говорит, не делай эту фигню, ну, короче, он реально пытался помогать развиваться, он видел, что я что-то делаю не так, и он, типа, на это мог как-то злобно сказать, но он, видно, что он это говорил только с точки зрения того, что он хочет меня обучить, потому что он хочет побеждать, вот, Денис для меня был таким, каким-то игровым ментором, вот, и я во всех интервью отмечал, что, наверное, Денис больше всего, как бы, вот поначалу, когда я присоединился в команду, он вот больше всего мной занимался, ну, помимо тренера, вот, это я сейчас из игроков говорю, вот, наверное, Денис больше всего меня развивал тогда, и огромное спасибо ему за это, как и каждому еще игроку, который играл со мной. Перфекто. Илья? Ну, я был рад, что он пришел в команду, это был тот человек, которого я и хотел в команде, не знаю, тоже с ним подружились, и, не знаю, всегда был очень хороший контакт у нас, как-то все начало получаться, не знаю, как будто пазл какой-то собрался, когда он пришел, может быть, на тот момент мы уже напроигрывались там, и хотелось всем побеждать, то есть, как будто бы вот, тогда, когда пришел Илья, все, уже какая-то, знаешь, смена эра была, потому что все-таки Нави с Зевсом, и Нави без Зевса, ну, согласись, это уже две разные команды, вот, и тем более пришел Андрей, и тоже, то есть поменялся тренер, поменялся игрок, и совсем, как будто бы чувствовались другие амбиции уже, да, если там в тех, в том составе там зданий и Кейном не было какой-то серьезности, что парни, вот там, там дисциплина, там тот, и тот, у нас такие цели, только с приходом там Ильи и Андрея, то все, как-то процесс начал выстраиваться более жестко, более там дисциплинированный, и видно было огромное желание у всех вообще, вот, наверное, это было просто какая-то новая жизнь для Na'Vi, состава по КС. Самое интересное, Блайт? Андрей? Андрей меня многому научил, Андрей, это супер мозг, который просто 24 на 7 сидит, работает, я не знаю, он может полететь в отпуск и сидеть в отпуске на Мальдивах, там, не знаю, две недели с ноутбуком смотреть демки реально, в плеер-брейк, типа такого, вот. Андрей, это тот человек, который просто где-то уже даже безумно много уделяет времени игре, но это вообще нереальный какой-то профессионализм, нереальное желание, и я не знаю, может быть, для всех, скажем так, работать по количеству времени, наверное, как работает Андрей, это ни для кого не может быть зона комфорта, а мне кажется, что для Андрея то, сколько он уделяет времени, мне кажется, для него в голове это его зона комфорта стало уже, и это просто безумный трудяга своего дела, вот, но опять же, как я говорил ранее, наверное, он не достиг тех результатов, которые он хотел, пока он был игроком, и, наверное, он захотел добиться их все-таки, только уже на другом слоте. Я правильно понимаю, успех текущих нави, это 90% плейд? Нет, я не могу так сказать, потому что я не знаю, если в нашем составе я могу, ну, опять же, нет, каждый делает для победы столько, сколько он делает, вот, и я тебе скажу, что, как бы, может быть, Андрей больше всех делал, но, поверь, мне кажется, нельзя говорить, что кто-то сделал больше, кто-то меньше, даже если он работал, условно, 12 часов. Я тебе так скажу, что в моменте, когда я был в нави, и Андрей выстраивал структуру, наша система была уже настолько построена, я не знаю, если честно, система эта была построена от моего какого-то безделья, или потому что это так уже изначально принялось, но в целом, вообще, как будто бы я был колер, который колет только то, что хочет Андрей. Вот, как раз таки, это все-таки не слух, что вы были как шахматные фигурки, и он играл в шахматы. Ну, было, можно так сказать, да, ну, потому что, скажем так, во всех других командах я намного чувствую больше свободы, вот, и, но я понимаю, и, наверное, какое-то недоверие Андрея, потому что я действительно на тот момент, когда мы работали, я не так много уделял времени вообще в целом, там, работе, там, улучшении, но мне кажется, что мой мозг тогда этого не хотел или не делал, потому что я точно знал, что Андрей это сделает, вот, и это может глупо звучать, это нормально, но вот, ты знал, что к тебе это все? я знал, что не то, чтобы я этим пользовался, но мне кажется, сам мозг как-то перестроился, не тратил ресурс, и при этом, и при этом, как бы меня настолько многому учили, что я, как бы, да, стал капитаном на виду, при этом другие игроки имели намного огромное, ну, количество багажа опыта, больше, чем я, и в целом, как бы полностью там доверять мне что-то, я понимаю, с его точки зрения, это сложно, и поэтому, конечно же, и он таким, как бы оставался все время, пока я был в команде, но, наверное, все-таки под конец, я позволял себе какие-то вещи колить, в какой-то момент, все-таки, наверное, я уже больше нравился Андрею, как бы, он выработал какое-то понимание тоже, ну, он много со мной работал, он просто заставлял меня работать с ним, то есть, там не было вариантов не поработать, типа, вот он сказал, надо со мной поработать, значит, я не могу этого не сделать. А сложно было тебе перестроиться в последующих командах на другой лад, не тогда, когда за тебя делают тренер, ну, очень много работают. нет, не сложно, не знаю, ну, ты просто понимаешь, что тут, ну, как бы, это моя обязанность сейчас делать, ну, то есть, мне даже, я даже могу сказать спасибо Андрею, потому что он, мне кажется, показал, в каком ключе, короче, я, скажем так, беру тоже пример где-то с него сейчас, то есть, он тоже, такой отпечаток в моей голове, важный, как бы, это, мы столько с ним выиграли, и я его уважаю, и в целом даже где-то, хочу быть похожим на него в точке зрения того, сколько он времени проводит, вот, и мне кажется, он мне научил какой-то все-таки дисциплине, он мне указывал на мои слабые стороны, говорил про мою импульсивность, говорил про то, что я часто думаю за соперников, как они должны сыграть, а они вообще, с чего это вдруг они так должны делать, вот, то есть, я до сих пор даже задумываюсь над теми, там, проблемами, которые он выделял у меня, как не только у капитана, а как у игрока, вот, я бы сказал так. После ухода из нами вы хоть раз общались? Да, переписывались, и на ланах общались, все нормально. В конце 2020 года у вас была очень интересная ситуация, вы тестили Абита вместо Флейми, это было на нескольких картах, считаешь ли ты, что это был в такой моменте, когда вы тормозили свое развитие? Слушай, я тебе так скажу, в целом мы не то чтобы тестили Абита, а действительно Андрею понравилась идея Виталити, которые сделали ростер из шести игроков. И, кстати, мне кажется, это единственное, в чем Андрей так жестко ошибся, потому что он тогда говорил, что за этим великое будущее, а я вот, кстати, на тот момент говорил, что мне кажется, что это бред полнейший. Вот, и может быть, он все еще так считает, хотя это из кайса ушло, да, как бы сейчас составов шести игроками вроде бы нет. Вроде бы это запретили делать, но это не ушло. Ну вот запретили делать, да, как бы может быть, но Андрею нравилась та система, я не знаю почему, вот, но как-то мне казалось, что это, не знаю, мне это, короче, было не по душе, вот, и тогда добавили бета, да, на другие карты, но опять же, тогда просто чуть-чуть Егорчик начал терять уверенность, вот, и не знаю, Андрею тогда в то же время Егор начал терять уверенность, и в то же время Андрею понравилась идея Виталити с составом из шести игроков, и вот он просто решил, как бы, ну, попробовать тоже эту идею, вот, но потом получилось так, что Валера просто заменил Егора. С приходом бета, команда по CS GO, Натус Винсера, стала самой сильной за всю историю тега. Как думаешь, почему именно в составе с бетом это получилось? Ну, вообще, я тебе могу сказать, что Валера был очень спокойным, таким чуть-чуть закрытым парнем, и я вообще про него на тот момент ничего не знал, я знаю, что на тот момент, когда его брали вообще в целом состав, его выделял Денис Электроник, потому что он где-то, видимо, играл с ним в Фейсет, и вот, и он его выделял, вот, что типа он реально круто стреляет, в нем что-то увидели, вот, но опять же, я просто, у меня не было возможности, видимо, я там не играл с ним, с Валерой, я про него вообще ничего не знал. Почему получилось стрельнуть именно с ним, я не знаю, честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Если бы мы знали, мне кажется, то мы бы это использовали еще и еще, как построить такой отдельный состав. Мне кажется, на этот вопрос никогда не найдешь ответа. Просто так собрался пазл, вот так вот получилось, в такое время. Может быть, знаешь, собрался бы тот же самый состав на год позже или раньше, может быть, такого бы и не было. Это все дело случая, мне кажется. А есть ли у вас какие-то команды, которые в Блэк Листе, то есть вы не играете с ними праки ни в коем случае? Есть объективные причины, почему мы с некоторыми командами в период определенный не хотим. Ну, например, там, турнир, ты видишь групповую стадию, с кем ты будешь играть, и видишь примерную свою дорогу по сетке. Ты автоматически там эти 7-8 команд исключаешь. Это первый момент. Второй момент, это с точки зрения силы соперника. Естественно, ты понимаешь, имеет ли тебе смысл играть с этой командой. Возможно, она еще слишком сильная. То есть, когда состав только собирается выбирать матч, ставить, например, там, мираж против какой-то команды, которая находится в прайме на первые 2-3 прака, когда ты только разобрал, это тоже бессмысленно. Вот с этой точки зрения. Далее, есть команды, которые, ну, просто носятся, не знаю, какие-то уже к Кириллу, наверное. Игроки очень часто, там, жалуются, невозможно потренировать какие-то вещи. Да, такого типа команды есть. Ну, и свой регион, там, СНГ. Раньше было такое правило, когда ты не играешь, потому что система, там, раньше, если помнишь, РМР, ты через свой регион постоянно должен квалифицироваться, поэтому ты стараешься не играть. Сейчас, наверное, такого прям нет, но как-то СНГ друг с другом все равно не так часто играет. Ну, я объясню, почему. Потому что топовые СНГ команды, всегда, когда играет против них ниже тира команды из СНГ, они просто хотят выиграть на праке. Вот, из-за этого как бы прак уже превращается в официалку для них, а ты вроде пытаешься тренироваться, но это видно по этой игре. Вот, не то чтобы это плохо, но... Что они должны делать? Ну, я не знаю, но вот у меня было ощущение, что когда мы играли даже РМР, вот, и я был в НАВИ, то мы РМР и СНГ, что они вообще мы так к ним относились. Я смотрю просто демки, как люди играют против нас и как будто бы они выкладываются на 200%, знаешь, просто. И вот так же на праках было. То есть, ты видишь, что они как-то не тренируют раунды, они прям максимально играют от ситуации. Хотя это... Наверное, говорит про подстройку. Вообще, СНГ отличает фактор подстройки. Очень много команд пытаются антистратить. Европа играет несколько с другим менталитетом. У них не так много... Да, есть точечно, но подстройка идет только на уровне там, команд, которые входят в топ-10 мира. Вот, это уже остается за тренером, за аналитиком, но не на праках. А тут, даже уже на праках, ты можешь видеть антистрат, который не позволяет тебе отработать какие-то вещи, это просто превращается в некое бесполезное времяпрепровождение. Я думаю, что керема проектов. Ну да. Ну а так, как в спорте, свой регион тяжелее всего пройти, потому что свои тебя знают как облупленного, и те, кто входит в тройку-пятерку, они всегда являются объектом постоянного наблюдения, их каждый мув знает. Наверное, это абсолютно нормально. Кирилл, за всю историю, какой самый приятный противник на праке и самый нелюбимый? Приятный соперник на праке? Почему вот когда появляется приглашение от этой команды, вот, наконец, нормально? Не знаю, мне нравится играть праки против команды Биг, потому что я чувствую, что они пытаются что-то новое внедрять, свою мету, использование гранат, наверное, у них одно из самых интересных, и такое, что я не вижу этого нигде, кроме у них. Ну вообще про блэк-лист праков не знаю. Для меня в CS2 это стало намного актуальнее, чем в CSGO, объясню, потому что CS2 это больше стала игра про стрельбу, вот, и сейчас появились тир-3 команды, даже которые пытаются уже выходить на тир-2 уровень, которые просто играют как FPL, вот, и в CS2 это начинает больше работать. И почему мне не нравится с ними играть, не потому что там даже в какой-то момент ты начинаешь им проигрывать по счету, но понимаешь, что тебе, чтобы выиграть их, надо ничего не делать в какой-то момент, просто сесть и встать, и они придут, типа они суперагрессивно играют, и мне не нравится играть против команды, против которой мне не нужно придумать, как их выиграть, а я уже знаю, что если я ничего не буду делать, я уже выиграю. Но на официалке они так играть не будут? Я не знаю, вот у меня есть пример прака, где Робс против нас на Инферно поджимал каждый раунд ковры на Инферно за КТ, и в минут 30 он уже был на нашей двери, каждый раунд, а на официалке он сидит, в курилке просто и Крис. я не знаю, то есть он понял, сможет сказать, может быть, он делает так, чтобы не были готовы к тому, что ты будешь играть на официалке, он специально может показывать ту игру, которую он не будет показывать. Робс один из... Он лимиты проверяется, то есть он пробует для того, чтобы понять, где эта грань тонкая, они там, задача у них стоит на праг, что он должен потренировать. Да, может быть. Теория Кирилла выглядит более правдоподобно, что он пытается запутать и дать иное представление, так что потом на официалке ты уже будешь... Потому что на прагах всегда запоминаешь. Ты считаешь Симпл самым лучшим игроком за всю историю Counter-Strike? На данный момент? Да? Ну, на данный момент, да. Я не знаю, честно. Я бы сказал, наверное, нет, только потому, что существуют реальные игроки, которые играют в эту игру там с версии 1.6 и как бы по медалям MVP, по индивидуальному скилу можно сказать, что Саня жесткий. Но сейчас как бы вот Илья Монаси показывает примерно, ну, иногда такие же хайлайты, как Саня, иногда даже лучше и не знаю. То есть сейчас много очень сильных игроков. Сейчас вообще CS2, новое поколение. Мне кажется, что честно, через год про сцены вообще очень сильно поменяется вообще в командах, которые сейчас находятся в рейтинге. Мне кажется, сейчас переход просто в целом CSGO на CS2. Многие думают, что это та же самая игра, но мне кажется, что игра сильно поменялась и она чуть-чуть сказуалилась с точки зрения стрельбы, потому что, не знаю, чувствуется, что очень много обычных работяг, которые стреляют и ничего не понимают в игре, сейчас реально стали, ну, могут с тобой где-то, ну, на каком-то праке или на фейсите, каком-то реально просто соперничать с проигроками просто за счет того, что стрельба стала легче. Вот. И это чувствуется, что реально проигроков немного как будто сравняли с каким-то количеством комьюнити, которые умеют жестко стрелять. Именно поэтому, мне кажется, сейчас многие tier 3 команды в целом попадают реально все выше и выше в рейтингах, потому что игра стала больше про стрельбу. Вот. Но также с тактической точки зрения тоже много вещей добавилось. ну, как развеи, все это дефолтное смоков, вот. Но все-таки стрельба как-то реально стала как будто бы проще. Ну, и в целом конкурентность вообще растет, количество игроков, база знаний больше, демки смотреть легче, программы появляются, интервью, подкасты тоже. Люди, у людей просто библиотека знаний больше и развиваться быстрее и легче. 2021 год для тебя был самым успешным в карьере. Вы выиграли мажор, не проиграв ни одной карты. Да. Есть у тебя ощущение того, что ты боишься, что ты не сможешь повторить этот успех? Нет, вообще об этом не думаю. Вообще об этом не думаю. Я вообще не сравниваю, что вот тот период был лучше. И для меня понятно, что тот год был, я бы назвал его просто самым успешным. Я выиграл единственный свой мажор в карьере, мы выиграли 10 турниров, вот, и в целом, ну, как бы действительно была наша эра. Вот. И я не задумываюсь о том, что вот, я не смогу повторить, нет. Я наоборот уверен, что я смогу добиться еще больше. В 2021 год вы выиграли и мажоры 10 турниров. Ну, насколько за этот год изменилась сильно твоя зарплата, твои условия? Ну, чуть-чуть изменились, конечно же. Вот, я там поговорил с организацией после огромного количества турниров. У нас там было рассмотрение, не могу сказать точно, но, короче, были там пересмотры зарплаты, но был очень забавный пункт, который нави сами добавили, они мне, точнее, его предложили, я на это реально пошел. Такой вот пункт был, что если минус 10 килограмм, то они мне прибавляют зарплату. Не буду называть на какую сумму, но там, типа, достаточно нормально. Плюс 10 килограмм, минус. Это был крутой пункт, но, опять же, я очень сильно ценю их за это, но не за то, что они там мне мотивировали деньгами, а за то, что они очень сильно хотели помочь мне в плане здоровья сбросить вес и вообще я тогда это вообще не ценил, вообще, вообще не ценил. Хотя они очень много мне про это говорили, они много для этого делали, нанимали диетолога, нанимали нам человека на буткемп, который сделал с нами тренировки, который выписывал нам рацион там вообще завтраков, что нам кушать, ну, в общем, они были готовы на все, чтобы я похудел, и они хотели это просто ради моего здоровья, вот, и за это им огромный респект. А это тебя по-настоящему мотивировало? Честно, тогда это вообще, я не знаю почему, но мне на это было пофиг. А как ты похудел-то? Ну, вот, вот на 20 килограмм тогда я похудел, ну, они наняли тренера тогда вот, который с нами месяц занимался на буткемпе, там зарядки, йоги были, тогда вот я как раз себя тогда на диету у меня посадил, я там каждое утро кушал по, там, 80 грамм пармезана, на обед у меня был перекус из салата овощей, и там один прием питания, там, какое-то было мясо, то есть там максимально суженный рацион питания был, то есть там каждое утро сыр, потом овощи, вечером ты можешь вот поесть там чуть-чуть орешков, вот, что-то типа такого было. Я вот так реально месяц жил, и каждый, каждый день, по-моему, у нас были зарядки, я там вообще просто, я уже мертвый был, я каждое утро просыпаюсь, и через 30 минут я уже мертвый после зарядки, я еще в фулл прак день, типа такого был месяц хардкора, реально, и там, он даже тренер говорил, там, какой режим вам, типа легкий, средний или хардкор, и я такой хардкор, вот, и там было жестко, да, но вот тогда вот как раз похудел на 20 килограмм, и получается там, А вот такой промежуток дисциплины, насколько сильно он повлиял на твою статистику, стал ты лучше играть или хуже? Фух, я уже не помню, если честно, но, по-моему, у нас тогда как раз был самый провальный турнир в онлайне, мы заняли последнее место, и потом еще Na'Vi или Blade, я не знаю, что это было тогда решение, они тогда сказали, что мы с Flame должны остаться еще на два месяца буткемпа и дополнительной работы с Андреем, вот, такой был момент, так что я не знаю, повлияло ли это на результат, но я не думаю, что это, если честно, вот, тогда наоборот, опять же, огромный респект за то, что они пытались мне помочь, хотя вроде бы я киберспортсмен, который просто должен выступать за их команду и приносить им результат, но они заботились обо мне в первую очередь как о человеке в тот момент, вот, так что за это, опять же, респект. Кто тебе написал из организации Na'Vi после публикации фоток в Инстаграм, где ты похудел? Да не знаю, вроде такого особо не было прям, ну, или мне уже забылось, не знаю, просто отмечают, просто, что похудел, я круто выгляжу и все, не знаю, но меня это уже очень сильно смущает, потому что это говорит каждый человек уже, кто меня видит или давно не видел, я уже, не знаю, первое время, типа, это меня реально радовало, улыбало, сейчас мне это все еще так же радует, улыбает, но я уже смущаюсь реально, потому что как будто бы это уже как привет, знаешь, мне говорят, вот, это настолько стало часто. Такие же были вайбы у меня с Читбантом, я вот тоже, когда его видел, вообще не понял, кто это такой. Да, я тоже смотрел его и тогда, и сейчас он, ну, не сейчас, он уже достаточно, по-моему, давно похудел. Люди меняются, видишь, я просто начал следить за своим здоровьем, вот, занялся зубами, недавно вылечил свой кариес и очень счастлив, потому что я теперь, так, я не знаю, мое настроение просто, ты не представляешь, я каждый день просыпаюсь и я просто счастлив от того, что у меня нету никакой боли, я понимаю, что с моими зубами все в порядке, вообще, я раньше вообще не уделял время, там, чистке зубов, я реально просто на это забивал, вот, но сейчас я как будто бы в этом начал взрослеть, очень поздно, если честно, 25, а я только начинаю чистить зубы правильно, там, купил электрощетки, зубные нитки, там, все какое-то, ну, короче, начал просто в целом следить, там, начинаю заниматься зубами, там, тоже здоровьем, вес, ну, короче, везде, где я могу просто, короче, все, что люди уже нормальные и адекватные делают, умные, как бы, следят за собой, я вот только начинаю сейчас, но лучше поздно, чем никогда. А ты сильно ощущаешь рост индекса счастья в твоей жизни сейчас? Да, да, конечно, просто намного легче все, я не знаю, я могу сказать, что, если, ребят, вы можете сбросить каким-то образом вес, просто сбрасывайте, потому что, я не знаю, я чувствую себя вообще по-другому, просто экран может быть тот же остался, видишь мир по-другому, как бы одинаково, но ощущение это не сравнить ни с чем. Самоверенность? Слушать, да, да, во всем, да, во всем, точно, точно стал увереннее в себе, просто не потому, что, не знаю, стал лучше выглядеть для других, а просто для себя, я понимаю, что, ну вот, у меня открылись новые возможности, да, вообще в разных вещах, и, не знаю, это, короче, я бы так сказал, пока не ощутишь, не поймешь. А какой у тебя был максимум, и какой ты сейчас? У меня был максимум 196. Ох, это в каком возрасте? Это было в Нави. 21-е, 20-е, 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 Ну вот, наверное, да, где-то такие. Сейчас, перед буткемпом, я улетал 114, но вот недельку не взвешивался, не знаю, сейчас тоже как-то питаюсь, если честно, странно, то я только позавтракал, то я только пообедал, то только поужинал, не знаю, как-то, ну и с едой в Сербии, мне как-то здесь, мне очень сильно, не знаю, нравится, что ли, как-то тут не могу найти, короче, продукты, которые мне нравятся. Ну, ты же понимаешь, насколько сейчас опасно вернуть ту же форму? Точнее, если ты сейчас начнешь питаться, как и раньше, то ты будешь X3 больше. Да, ну, я понимаю, я понимаю. Ну, короче, я не знаю, я просто во многом все пересмотрел, и не знаю, я сейчас, мне нравится в последнее время, я просто люблю супчики, салатики, все, я как-то, не знаю, перестал, не то, чтобы я перестал совсем есть там какой-то фастфуд, чипсы, но я иногда, я как бы это делаю, но мне кажется, что я вот как раз-таки начал это делать ровно так, как делают остальные люди, типа, редко, чуть-чуть, да, читмил, типа, А ты начал считать калории? Нет, 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 просто стал мало есть, не знаю, и все. А хочешь сыграем в игру? Я подготовил фотки всяких блюд, и ты должен отгадать, сколько там калорий. Блин, ну, давай можем поиграть, но мне кажется, чизбургер? я не знаю, где-то, может быть, 700? Нет? Нет, два раза меньше, 300. Два раза меньше, ладно, ладно, но это еще, смотря какой чизбургер, знаешь, каких соусов? Кола-зиро? Я не знаю, если честно, вот, кстати, для тебя, что лучше? Я зиро пью только по своему времени, я вот, знаешь, наслушался, что от зиро, там, какие-то, не, все фигня, да? Не, но я пью сейчас зиро, потому что там просто нет сахара, и калории тоже, потому что всего полтора калорий, полтора калорий? Да. Офигеть. Так, куриная грудка. Ну, это мало должно быть калорий, да, это мало. Я не знаю, сколько точно, я вообще, мне не хочется позориться отвечать неправильно, знаешь, 100 грамм? Да, ну, почти, 165, ну, лазанья. Ну, лазанья должна быть калорийной, там же сыр, соус. Я вот тоже так думал, но цифра какая-то странная сейчас. Тест? Ну, ладно, давай, ну, тогда, предположим, 500. 135, мне кажется, это фейк, 100 грамм написано. Это фейк. О, вот это очень интересно. Ты любишь стейки? Стейки? Да, в последнее время, кстати, да, но мне нравятся нежирные, знаешь, типа там филе миньон какое-то, либо если жирный, это как филе миньон жирный, ну, ну, он дорогой вообще. Дорогой, ну, блин, но мне он нравится больше всего, потому что там вот чисто мясо, вот, не знаю, я не особо люблю. Ну, вот если жиром, то только вот эти вагью, я, кстати, в Китае, в Ченду. Ты давай еще. Вагью, нет, это я знаю, что дорогой супер, я сам как бы в шоке, сколько он стоил, там, я в Китае, в Ченду мы ели в каком-то ресторане, но там просто я про то, что вагью, это же там, так просто жир расположен, с мясом, вот это вкусно, а вот всякие там рибай, типа там, я не особо люблю. Ну вот рибай сколько? Рибай? Я не знаю, ну вообще вроде мясо не калорийное же, нет? Калорийное. Калорийное? Ну побольше лазанья, да? Да, больше чем в два раза или даже. Блин, я не знаю. Ну 600 килокалорий. ну нормально. Наггетсы? Наггетсы? Это вот калорийное, любая. Ну конечно, фритюр. Ну давай предположим, ну сколько грамм, я же не знаю. 100 грамм. 100 грамм наггетсов? Ну не знаю, примерно так. Тоже примерно. Ну где-то около 500, все там. Ну и все такое последнее, ажарский хачапури. Хачапури по-аджарски, ну сыр, тесто. Сыр, тесто, да, масло. Ну да, вообще это должно быть жирное что-то. Я не знаю, сколько она калорийная, но она жирная рекорд. Ну я думаю, что где-то под 800, можешь? 1100. 1100. Просто езжи очень много. Ну хачапури по-аджарски, вот если прям в ресторанчике взяли горяченькое, уф. Насколько часто ты нарушаешь дисциплину? Ешь вот прям, ну что-то условное, как пицца, жарский хачапури и так далее. Блин, сейчас я стараюсь вообще от выпечки как-то уйти, не знаю. А хлеб ешь? Хлеб? Ну иногда, я бы сказал, что я хлеб ем, знаешь, тоже я сейчас люблю всякие черные хлеба там с семечками, вот, и использую, когда ем какие-то там какие-то брускетки с лососем делают там с красной кроей, то есть такое. Ну и редко бутербродики, ну вот так могу использовать, так не знаю, от выпечки стараюсь уйти, потому что мне кажется, выпечка, она вот больше всего как-то полнит. Конечно. Выпечка прям. Ну и сахар еще. Ну сахар это наше небольшое счастье, без него мы будем грустны. Ты можешь вспомнить команды ЕПГ, Киби Фаер и оценить, насколько там у тебя были приятные условия по финансовой части. То есть условно, если мы смотрим на ЕПГ. ЕПГ, Киби Фаера у меня одинаковая зарплата была. Я не знаю, стоит ли рассказать, но это было не... Ну короче, 30 тысяч рублей была зарплата. В этих двух командах? Винстрайк? Даже когда мы были топ-8 мажор, ну не, по-моему, 40 тысяч нам сделали после того, как топ-8 мажор. Серег, мы вышли на мажор? Ну мы вышли вот топ-8 мажор и нам с 30 до 40 подняли. Слушай, ну это классное повышение. А стикеры хоть получили доход? Стикеры, ну там была своя история, нет, не получили у нас их чуть-чуть заскамели на мамонтов. Винстрайк? Больше, чем 100? Да, чуть больше, чем 100. Ван Вин, ребята, интересные, конечно, рынки, сейчас они собрали новый состав вместе с Хоббитом, об этом поговорим позже, но как ты оценишь эту организацию? Есть такой слушок, что там особо тренировок не было? Вообще в целом или... Ну были, но они такие, чисто. Ну смотри, я слышал тоже про это до присоединения к команде, но когда я пришел, у нас был обычный тренировочный процесс, вот, не знаю, может быть это, не знаю, как-то это влияло с приходом меня или нет, вот, не то чтобы я его выстраивал, но мы типа тренировались нормально, вот, а как оценить организацию, в чем ее оценить именно? Условия были нормальными, буткемп был, все было, то есть какой-то минимум организация давала, вот, но я не скажу, что минимум, это просто как бы они делали нормально все. Как появился треки с Моргенштарном? Он тебе написал. Короче, на тот момент я начал, вошел в компанию Нелета, я сходил на его концерт, познакомился с ним, я, кстати, когда пришел на его концерт первый раз, я отвечаю, я такой, я очень чувственный человек, я реально типа смотрю фильмы, какие-то грустные моменты, я всегда плачу, всегда, вообще, вот, я тогда пришел на его концерт, но у него же там много, много различных треков, грустных достаточно тоже есть, ладно, я их так воспринимаю, там, опять же, автор может, знаешь, одно, люди могут слышать другое, вот, и я тогда с ним познакомился, и мы с ним договорились попробовать что-то попеть, может быть, сделать совместный трек, я ему тогда сказал о своей любви к музыке, что мне нравится петь, я всю жизнь там запоминал слова в английских треках, всю жизнь напевал, мне всегда бабушка говорила, что я умею петь, у меня бабушка училась в музыкальной школе, возможно, это где-то тоже в крови есть, вот, я не знаю, и тогда, как бы ситуация была, Боргин Штерн увидел этот хайп, написал, го, ебану, просто в инстаграме директа, да, да, а я тогда хотел сделать трек с Нилетой, и он мне написал, и я соединил, вот, как бы нас троих, вот, а Лимбо, я даже сам не знал до момента, пока мы не начали записывать трек, что он будет, вот, как и Палагин. Учитывая все, что произошло, ты доволен треком? Я, ну, слушай, в моменте тогда это было круто, он был топ-1 в ВК-музыке, тогда еще вышел Маркул Стрелы, по-моему, потом трек Тесно вышел, ну, эти оба трека, которые вот как раз перебили меня, то есть первый день мы стали топ-1, на второй день мы уже были топ-2, и Стрелы нас обыгнали, вот, но, но я понимаю, что разного жанра, скажем так, песни, и мне самому очень нравятся треки Маркула, я вообще фанат Маркула, в целом, ну, раньше я очень много его слушал, сейчас я в целом, у меня какой-то период странный, что я последние полгода очень мало слушаю музыки, или вообще ее не слушаю, вот, и в целом, если сейчас вся музыка, которую я слушаю, это там часовой мой вармап, вот, когда я играю с ботами, когда я играю на дэми, я... Ты про твою команду? Интервью закончено? Нет, я про имботс. Ну, короче, с музыкой у меня как-то сейчас такой период, что я ее стал меньше слушать, а как получился трек, вот такой момент, что сам мне Морген написал, и вот так получилось, что мы в такой компании собрались, это было как-то мимолетно, всем это было интересно, всем было по кайфу, все от этого получили удовольствие, люди вообще как-то, я думаю, удивились тоже вообще с того, что произошло, и тот стрим, и сам трек, и все как-то быстро получилось, вот, и расфорсилось, типа, это был прикольный момент жизни, вот, но хочется в будущем, конечно, выпустить еще треки, есть даже одна демка, которую Даня Нелетто мне помогал делать, но пока... Не, 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 не может. Слушай, но ты в тот момент вышел из киберспорта, как медиа, ты стал уже публично во всем СНГ, есть такое... Был ли эффект, начали узнавать ли чаще? Сложно сравнить, да как будто и до этого, типа, узнавали часто, вот, не знаю, ну, скажем так, ни разу в торговый центр я не сходил, чтобы меня там не узнали, вот, и был период времени, конечно, когда, вот, был депрессивный период времени, мне это больше не нравилось, чем нравилось, вот, но опять же, это было только из-за того, моего морального состояния на тот момент, а так, я всегда рад со всеми пообщаться, я всегда рад со всеми сфоткаться, вот, и редко когда отказываю, только если я реально тороплюсь, или, ну, например, вот в Китае, если честно, очень сложно, потому что у нас там командная прогулка, там, перед матчем, там, да, в день матча мы сюда там гуляем командой 20 минут, и, типа, в Китае погулять спокойно невозможно, даже если ты говоришь на фотку нет, эти ребята просто идут 20 минут за тобой, то есть ты не чувствуешь никакого личного пространства, там прям фанаты такие, да, дикие, они прям ради фотки, ну, это их, их, как бы, культура такая, не знаю, досудить, да, они, наверное, не совсем понимают, что такое личное пространство, ну, или они поставят просто свои, как бы, цели выше, чем чей-то комфорт. Можешь выделить какую-то ошибку большинства игроков? Вот что ты объяснял, он не хорош, что он не понимал? Может быть, есть какой-то обычный такой шаблонный совет, что, ты получи гранаты, либо тренируйся, любого так, может быть, какой-то у тебя определенный совет, блин, просто развиваться. Вот как я тебе сказал, важно быть разносторонним, нельзя играть всегда в одном ключе. Это, кстати, сейчас к чему там, да, говорят в интервью, там, Денис Электроник, что вот нельзя всегда играть медленно. Почему нельзя играть всегда медленно? Ну, потому что просто люди уже просто первые, первые минуты раунда просто сидят на чиле, на лане вот так вот, и понимают, что, а что бояться-то? Вот, потому что всегда нужно быть разносторонним, надо уметь, ну, как бы, надо стараться, научиться уметь по-всякому, как и в игре, как и вне игры, понимаешь? Чем больше у тебя, вот знаешь, на самом деле, ты можешь развиться в одном, и это развитие в одном тебе может помочь в другом. Хотя вообще это вроде бы даже могут быть вообще нескладные вещи, знаешь? Ну, ты можешь найти ответ, в каком-то фильме случайно. Может быть, да, ты можешь, знаешь, поводить первый раз машину, но потом сесть в самолет и посмотреть, как, да, чувак там управляет штурвалом, и что-то даже схожее в этом увидишь. Типа такого, знаешь, вот. Спустя девять месяцев после OneWin тебя приглашают в американскую организацию Cloud9. Как это было? Кто с тобой связался? Как это было? Если честно, я уже сам не помню. Я помню, что это были такие же, такие же нервные месяцы, как когда меня взяли в Na'Vi, знаешь, позвали, точнее, в Na'Vi, и переговоры шли. Ну, у ребят произошло так, что Денис просто перестал хотеть быть капитаном, вот, и, не знаю, у них такая, ну, появилась мысль, в главе ли опция, вот, мне Денис сказал, что, как бы, вот он был, по-моему, один из главных, кто продвигал меня в команду, вот, но когда я пришел, так получилось, что Дима Широ ушел, и я оказался капитаном-снайпером. Это, если честно, это забавно, но мне кажется, что даже те результаты, которые мы показали в этом составе, и то, что мы вышли в топ-8 мажора, это очень круто, потому что, мне кажется, еще знаешь, почему я могу сказать, что немножко у меня получалось, даже я где-то прогрессировал, как авик, потому что мне это нравилось само, ну, то есть, у меня была какая-то нереальная любовь к АВП, у меня всегда, я в Na'Vi любил там, в каких-то клатч-ситуациях вообще, где не нужно брать АВП, всегда брал АВП, вот, и у меня, ну, никогда там даже, может быть, не всегда получалось, или я там из-за этого проигрывал раунды, мне все говорили, зачем ты берешь это АВП, а я не мог ответить на этот вопрос, просто не ухотелось, я не знаю, это просто какое-то, просто импульсное решение, вот, какая-то любовь к авику есть, я вот даже в другие игры играю, всегда там пытаюсь как-то со снайперками, то есть, любовь, может быть, я когда-нибудь стану снайпером, вот, такое заявление сделаю, на конце закате карьеры, вот, и, возможно, из-за того, что мне это нравилось, даже, может быть, чуть-чуть получалось, вот, я не знаю, опять же, это людям судить, но, хотя бы, какой-то момент с тремянузумами на Нубисе, это было круто, а так, результат топ-8 мажора без снайпера, мне кажется, хоть у нас много всех хейтили, но, мне кажется, выйти в четвертьфинал первого мажора по КС-2 в таком составе без снайпера, там, с такими проблемами, с неогромным количеством времени для подготовки, это все-таки круто, круто остаться в истории, как все-таки участник первого четвертьфинала по КС-2, там, да, ну, вообще, в смысле, мажора по КС-2. Откуда было сложнее уходить? Из-за винстрайк либо с ванвин? Наверное, из винстрайк. Не знаю, почему. Ну, я, скорее всего, из-за того, что ты собрал команду. Возможно, да, вот из-за того, что я собрал команду. А возможно, из-за того, что как раз-таки ванвин я в какой-то момент потерял уверенность, что в меня верят, и опять же, на момент, даже когда я переходил, не все так круто было во взаимоотношениях, ну, вообще, не у меня, а у некоторых людей друг с другом. то есть, не было такого, что я ушел из команды, где было все круто налажено, и все получалось, и не было никаких проблем, которые мы не могли решить. Там были как раз-таки проблемы, которые не решались, вот, между некоторыми людьми. Не буду опять выносить там ссоры с сбы, вот, и может быть из-за этого. Но, может быть, как-то, ну, я думаю, что несколько факторов, может быть. Как ты и сказал, что Винстрайк – это та команда, которую я собирал, но и тогда, мне кажется, все-таки я был более молодым, и как-то, мне кажется, может быть, тогда эмоции чуть-чуть тоже по-другому были, знаешь. Вот, то есть, возможно, из-за того, что я-то второй раз уже испытываю, это проще. как бы, так и есть. Сколько ты времени размышлял о переходе в Cloud9? В Cloud9? Да. Ты сразу все говоришь? Я не размышлял. Сразу? Да. Да, если в Na'Vi, я про Na'Vi, если честно, я тоже не размышлял особо, но у меня просто в какой-то момент вот эта жалость и вот это чувство подставы, оно просто на секундочку мне закинуло эту мысль, но в целом, как бы, мне кажется, любой на моем месте не должен размышлять, если он, не знаю, хочет пойти на повышение. То есть, это явно, никто же не может сказать, что это понижение или просто смена команды. Это точно повышение. Это тир-один турниры, вот, и игроки просто другого уровня. Вы тестировали 16-летнего Cypher, Cifu, состав Cloud9. Можешь рассказать немного фидбэка про этого парня? Очень еще пока молодой. Зеленый? Ну, не то чтобы он еще слаб, чтобы играть тут, просто я думаю, что для него лучше тоже не приходить было к нам, потому что это все-таки немного разные уровни, то, на котором он сейчас находится, и, может быть, даже для него лучше, как для игрока. Ну, вот, как я говорил тебе, что я не перешел в Gambit, вот, так же я боялся, что я могу сломаться, как игрок, да, и мне тоже иногда за молодых игроков, которых я бы мог взять в состав, мне тоже страшно, что если у них не получится, они могут сломаться, потому что у меня был пример свой, где я, да, сломался и хотел забить на КС, я тебе уже говорил, вот, и не хочется тоже кого-то подставлять под возможные такие риски, вот, ну, просто пока молодой. идеальный момент сейчас, мы просто оставаться в спирт-академии и развиваться. Да, да, пусть развивается. Хорошо, вы за это время протестили огромное количество перспективных игроков. Не огромные. Ну, ладно. Пусть все там говорят про то, что много отказываются. Я не знаю, что для тебя много, давай так. Семь человек. Семь человек. Давай я сейчас и подумаю. Назови самых перспективных, которых ты заметил. Самых перспективных. Молодых или вообще? Молодых. Молодых. Я никого не могу выделить, честно. Я не могу выделить, наверное. Не знаю. Я вот играл только фейсет с ребятками. Вот я на ФПЛ попался, вот из них Миги Хан есть. Да. Вот. Я с ним много фейсетов поиграл. У него хорошее общение, хорошая коммуникация и мне кажется, вот он может стать хорошим игроком. Вот. Но, опять же, просто это по фейсетам сужу, не знаю, поиграл с ним где-то, может, 4-5 дней. У меня сейчас забавная ситуация получилась. Мне в фейсет не с кем играть, потому что у меня произошла ситуация, что мне в Ченду короче, хотели украсть аккаунт. И когда у меня крали аккаунт, у меня удалили весь френдлист. У меня во френдлисте никого нет. Я такой думаю, с кем играть. И я вот на ФПЛ попался с Ханом и там вообще трое ребят из Немиги было, я подобавлял там друзья, вообще там ребят, которых у меня никогда не было. Вот. И как-то начал просто новое знакомство, новое общение с многими просто, я не знаю, играл фейсет. Вот на плеер-брейке, до плеер-брейка вот сейчас уже как-то с тиммейтами больше, конечно, играешь. Потому что лишний раз с тиммейтами поиграть, когда нужно понимание единое вырабатывать. Нужно просто играть друг с другом. Менеджер OneWin рассказывал, что ты был готов уйти только в один состав, если тебя позовут в Cloud9. Это правда? Да. То есть ты предугадывал такой исход? Ну, как будто бы было какое-то... Нет, и внутреннее желание. И я видел, что как будто бы будет возможно такая возможность. То есть были какие-то такие совместные две вещи. Вот, то есть где-то и в глубине души самому хотелось, и где-то я даже думал, что это реально может быть так. Но не было такого, что я на это надеялся. Вот, потому что мне кажется, надеяться на то, что тебя куда-то возьмут, это можно потерять себя. Вот. Ты вернулся к ребятам. Электронику и Перфекта. Насколько они сильно изменились? В игре или вообще в целом? Да нет, не в игре, в жизни. В жизни? Не знаю. Я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Но он пытался быть капитаном, насколько сильно... Денис? Да. Слушай, я не знаю. Я пришел в команду просто и, ну, хотели все побеждать. Но, опять же, у нас такая получилась ситуация, что вот я стал авиком, и как-то мне кажется, что все-таки все внутри себя чувствовали, что мы хотим попробовать типа показать лучшее, что мы можем, им, ну, как бы, но внутри души все понимают, как бы, и все комьюнити говорят, как бы, мы же тоже понимаем, что как бы у нас нет авика, мы же не тупые, типа, такие вот, нам не нужен авик, кто вообще снайпер, там, и так далее. Мы все это понимаем, мы как бы все это смотрели, и меня это лично мотивировало, наоборот, доказать людям другое. Ну, даже не то, что доказать другое людям, а как-то, не знаю, показать, что они могут быть неправы, потому что даже любым составом можно, ну, не знаю, показывать хорошую игру, если как бы люди реально заинтересованы. Не важно, там авик, не авик, там, да, ну, я старался сделать максимум, это было иногда смешно, надо мной смеялись, угорали, но были крутые игры, не знаю, все равно, мне это нравилось. Вот, как поменялись ребята, не знаю, с точки зрения, как людей. Может быть, кто-то огрубел. Огрубел? Да не хочется, ничего плохого говорить, ничего хорошего, не знаю, все люди меняются, видишь, тоже, я даже не могу сказать, как я поменялся к этому моменту, то есть, знаешь, они же меня тоже помнят, вот, с того времени, да, и мы не так много общались, вот, за момент, пока, как бы, меня кикнули из Нави, и до момента, вот, когда я пришел в Кладнай, я бы не сказал, что мы с ребятами вообще в целом даже это и общались, вот, мы могли переписываться, там, типа, вообще, каким-то там, просто, типа, с брендила в голову написать, там, соскучился реально, и появилась такая свободная минутка, вот, написал, так, чтобы прям какое-то общение было, вот, как и, не знаю, мне сложно сказать, в чем они поменялись, так и, не знаю, наверное, им будет сложно сказать, ну, может быть, легко, но не на интервью. Хотя, особенно коврик, расскажи, пожалуйста, почему именно Razer, это же от Desider, как это так называется? Да, он из 2014, да, хер пойми. А это старый, или ты новый покупаешь постоянно? Короче, коврик, ну, это, типа, он, как бы, не старый, я там не на 10 лет на нем играю. Короче, у них были вообще изначально большие версии, просто обычные, но они в какой-то момент просто закончились, потому что производства нет. Остались только такие, поскольку мне просто нравится это покрытие, пришлось подстраиваться. Я купил эти, вот, там мне предложили какой-то новый потестить, сейчас там какой-то суперсовременный коврик, не знаю, в общем, как он появится у меня, я его потещу, вот, пока что на этом. Мне просто, я тестил Zovia, то есть Logitech, для меня они все быстрые, я не чувствую контроля мышки вообще. А ты пробовал Artisan? Он тоже не особо. Вот, вот я про этот коврик и говорю, я вот как раз хочу его попробовать. Чтобы понимали вы, коврик такой стоит, ну, 3000 рублей. 3000. А Artisan стоит 15. 15 или 15. Да, то есть там ткань прям какая-то особенная. Слушай, я вот часто вижу вот такую высокую карту, да, это она? Да, это Sennheiser 1200, по-моему, что-то X или как так. Для про игрока, наверное, да, потому что часто бывает такое, что разные материнские платы, и все равно в каждой материнке своя звуковая. Вот, это можно сказать решение проблемы звука, поскольку мы играем в капельках, в капельках на разных материнках может по-разному быть звук. Соответственно, это глухо, да, где-то нечеткий, и в принципе, это решение этой проблемы, это помогает стабилизировать звук, и он всегда на одном и том же уровне. Особенно в капельках это помогает, ну, например, если брать какие-то полноразмерные наушники, то сильные роли не играют, потому что в основном у всех полноразмерных наушников своя звуковуха, и все четко. Ты пришел в Cloud9, можно сказать, самый кризисный момент. У вас должно было все получиться, вы в целом Тир-1 организация, но с другой стороны, вы вылетали в начальных стадиях на турнирах. Что пошло не так? Ну, изначально, я говорю, все идет от того, что у нас не все на своих ролях, от этого появляется, наверное, какая-то внутренняя неуверенность у всех, может быть, чуть-чуть вообще. То есть, мы хотим верить, что у нас получится, но в глубине души каждое какое-то поражение или то, где-то что-то не получается, наверное, заставляет задуматься о самых очевидных вещах, которые на поверхности. Вот. И, конечно же, ребята же еще играли до меня и тоже у них там были не самые лучшие результаты. Вот. И получается, что надоело проигрывать, теряется вера, ухудшается атмосфера. Ну, как бы это в любой команде так, мне кажется. Начинаются поражения, ты пытаешься из них выкарабкаться, понять, в чем проблема. Ты пытаешься, если у тебя не получается, что происходит, ухудшается атмосфера, ухудшается вера. Все как снежный ком, как домино. Типа везде у всех одинаково. Вот. Просто, наверное, в какой-то момент кто-то для себя сдался, кто-то в кого-то меньше верит, кто-то разочарован, кто-то в мыслях не о том, чем надо. Короче, тысячи огромных факторов, которые можно назвать, и они на поверхности у всех. Насколько сильно влияло медиан напряжение, которое было вокруг? Эра кладная начала и закончилась, начала и закончилась. Мне кажется, что вот изначально, когда у ребят собрался состав с электроником имперфекта, вот это, да, могло повлиять. Плохо, мне кажется. Не надо думать никогда, какой супер состав может быть, потому что дело не только в именах, а дело в том, как эти имена будут друг с другом ладить и насколько будут налажены процессы. Вот. И опять же, ребята были совсем разных школ. Чтобы ждать от них результаты в первое время. И я, вот когда ребята присоединились в Cloud9, мне казалось, что им действительно нужен будет год, чтобы стать той самой суперкомандой. Вот. От них сразу что-то сильно много ждали. Вот. Это то же самое, что вы думаете, вы посадите типа Мона, Сидонка, там, Зайву, ну, всех этих ребят, там, топовых, да, которые сейчас вообще монстр, там, сцены в команду, и они реально, типа, выиграют турнир, да нет, ну, бросьте. Не будет так. Вернувшись назад, ты бы хотел бы, чтобы Моноси сыграл в вашей команде как снайпер? Я с Ильей очень в хороших отношениях, и я бы мечтал играть с ним в одной команде или когда-либо поиграть с ним в одной команде. Насколько было тебе важно остаться в Cloud9? Остаться в Cloud9? Да я никогда не задавал себе такой вопрос, насколько мне важно остаться. Мне просто хочется, не знаю, иметь команду и стараться побеждать. Не знаю, не важно, кто эти люди. Нет, точнее, это важно, кто эти люди, но, точнее, в целом, мне не важно, с кем побеждать. Мне просто хочется, чтобы у меня была команда, которая просто желает прогрессировать, у которой налажена атмосфера, у которой налажена структура, есть план, мы стараемся идти к одной цели, просто и все. Даже может не получаться, у меня тоже у самого когда-то не получалось что-то, но если человек хочет и я вижу в нем какой-то талант, данные к этому, да, то я в него верю до конца. Можешь рассказать про каждого своего нового эземейта? Да, могу. Кайсар, это прям видно у него, что у него есть режим охотника. В каждом раунде я вижу, что это просто, не знаю, я вижу его как какого-то хищного зверяка, который просто хочет найти, хочет найти. И мне это нравится, мне кажется, что это одно из самых главных качеств АОП. Он хочет делать разницу на карте, вот, и я бы сказал, что его оружие, его позиция как раз таки позволяет ему это делать, вот, это важное качество. Это реально, ну, как бы, чем занимаются топовые снайперы, да, они делают разницу на карте, они в соло могут выигрывать раунды, сделать один килл, переместиться туда, где ты заберешь позицию, и ты просто за счет своей перетяжки взял раунд. Некоторые АВИКи просто делают нереальные хайлайты, вот, и мне кажется, это АВИК, это по сути тот, кто должен иногда, конечно, структурированно делать своей команде спейс и облегчение тем, что он забирает позиции, но вообще, как бы, АВИКи топовые считаются те, кто просто могут в соло закрыть раунды и делать хайлайты, вот, и Кайсар это точно тот человек, который это может делать, вот, и ему сейчас действительно просто нужно время, опыт, и я уверен, что он будет игроком тир-один сцены. Так он уже? Ну, я имею в виду стабильным, который уже с опытом, сейчас он просто, как бы, только пришел сюда, его сложно, как бы, да, ты попал в тиры, там, на тир-один турниры, но это не делает тебя тир-один игроком. Про Никиту Хэви Год, да, это, не знаю, очень позитивный парень, мне кажется, с таким же каким-то, не знаю, мне кажется, его мировоззрение чем-то похоже с моей, короче, он, что-то, что-то, как с Флэйми, есть какая-то тема, не то чтобы, ну, да, с Флэйми это больше какие-то дурачества какое-то было, знаешь, с Никитой просто, не знаю, он работает, он хочет побеждать, он немножко там, как и все, пригорают, когда там его какие-то убивают в КС-2, знаешь, много часто пригорают от того, как ты умираешь, там, за стенами, или кто-то тебя в полете убивает, каждый день, типа, в прыжке, вот, или набегут. в Калашах, что ли? Да, да, реально, да, ну, ты просто, ну, ты просто зайди, там, посмотри, у тебя же своя команда, есть, вот, зайди на праках, посмотри, можешь их тоже. Ну, они просто, ну, их с фармаганов, убивают часто, это видно, с Калашей. Да, убивают, убивают со всего, ну, нет, ну, там, я не только говорю про то, что они прям в прыжке убивают, знаешь, чаще такое стало в КС-2, что он прыгает, приземляется, и у него вот прям, ну, реально сразу засчитывает пулю в голову. В КС-го ты как будто приземлялся, реально, ну, и сложно было сразу в голову бить, я не знаю, как объяснить, ну, короче, в КС-2 как-то, не знаю, что ли ты, быстрее у тебя точность возвращается после того, как ты приземлился, вот, не знаю, может быть, я неправильно сформулировал, но вообще, по-моему, правильно. про Никиту, не знаю, суперпозитивный парень, работяга, трудяга, мы на него надеемся, как на старплеера, и он эту роль показывает, он много говорит в игре, он, по сути, как второй голос команды, тот, кто контролирует, ну, то есть, я хочу, чтобы это стал человеком, который может, знаешь, не всегда, как бы, к чему, вот, к чему мы приходили в Na'Vi, это было круто, к тому, что, по сути, у нас под конец, когда мы уже выигрывали, каждый мог быть колером, потому что мы понимали карты, мы стремились к тому, чтобы понимать карту одинаково, вот, то есть, мы стремились к единому пониманию, и все команды к этому стремятся, вот, и я хочу, чтобы Никита был игроком, который может взять на себя участок карты, на котором он может расколить, и я вижу, что он это может делать, у него это получается, просто, сейчас у него поменялись некоторые роли, даже, я бы сказал, много ролей, он универсальный игрок, мне нравится, что это тот человек, который там не пришел, со словами, ой, мне будет сложно перейти на эту роль, Я от него ни разу в жизни этого слова не слышал. Я от него только слышал, да, пожалуйста, окей, я попробую. Мне кайф. Я вообще играл уже и там, и там. Ему пофигу. То есть это человек, который готов делать все, что от него попросят. Суперпозитивный, работящий. Мне нравится. Тимоха Интерс. Я как будто бы, знаешь, хоть я и с ним не играл, но я как будто бы идеально понимал картинку, какой он, не знаю, у меня сейчас со всеми очень хорошие отношения. И, я не знаю, я доволен атмосферой в команде. Хоть мы и вот на буткемпе пока что одну неделю. Сейчас у нас еще вторая неделя буткемпа. Сегодня у нас вот единственный выходной. Потом Бласт. Хочется показать там хороший результат, хоть и группа непростая. Фейс, G2 обновленный, у которой в ханимон период, да? Так, Никит, расскажи, насколько ты готов к своему дебютному матчу? Я очень готов, тяжело работаю. Мы все вместе работаем, очень тяжело. Нам это очень важно. Это Турик. И я думаю, что мы сделаем все, что угодно и все, что можно, чтобы у нас было все, как надо. Что ты можешь выделить в этом составе? Что отличительное? Сразу бросилось в глаза. Может быть, подход к тренировкам, подход к организации буткемпа? Я думаю, во-первых, это от тренера, я так скажу. Тренер очень много... Вовлечен в процесс? Да. И он очень много чего понимает и нам помогает, чтобы мы поняли, как играть правильно и дает нам путь и помогать вокруг все то, что надо. И плюс с капитаном, с Кириллом Бумыч, он очень прямой капитан и все скажет, как надо, выучит все и без проблем, и дисциплины, и все, что надо. И для этого для меня очень... Мне, как игроку, очень помогает. И я думаю, что эти две, так сказать, конкретные наши силы. Что думаешь о будущем Хоббита и Перфекта? Хоббит уже ванвин, а вот с Перфекта пока спал. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, сколько Илья будет на трансфере, когда он найдет свой новый дом. Я не знаю. Опять же, все зависит от того, куда он решит пойти, какие предложения у него будут. Как бы никто не знает. Вот. Абай перешел ванвин. Я переписывался с ним, пожелал ему удачи. У меня, не знаю, со всеми как-то хорошие отношения как будто бы остались. Ну, я так думаю. Я не знаю, как ребята там ко мне относятся. Может быть, какие-то есть обиды. Я не знаю. Вот. А за что обижаться? А? За что обижаться? Ну, я не знаю. Просто. Может быть, что-то я не сделал для них. Может быть. Я не знаю, честно. Куда бы... Где бы хорошо посмотрел у Суперфекта? В джету было бы хорошо? Я не знаю, готов ли Илья переходить на английский язык тоже. Вот. Он вроде бы... Ну, неплохо его знает. Вот. Опять же, это вопрос, на который, я думаю, у себя каждый СНГ игрок должен ответить, когда переходить на английский язык. Это сложно. Вот. Даже я там думал, мне это не только переходить на английский язык, я с командой колить на английском языке. У меня нету проблем расколить раунд. Но именно с точки зрения вот теории, я представляю там двухчасовая теория, например, которую я хочу устроить, обсудить карту. Я не... Мне кажется, моего языкового барьера не хватит идеально, чтобы объяснить. Ну, это все дело практики, опять же. Вот. Я очень слишком огромное количество медиа, интервью, всяких делал на английском и благодаря этому подтянул. И еще, мне кажется, мне очень помог месяц в Америке, когда я был на мажоре. Вот. Потому что там просто месяц ты только общаешься на английском языке, да. И практик очень сильно решает. Ну, вообще, в принципе, весь мой скил английского языка — это все медиа, все интервью и благодаря играм. Вот. Ну, вообще, там до шестого класса, может быть, занимался там с репетитором по английскому. Как-то мне английский всегда был близок и не то чтобы он был сложен. Я там не идеален в грамматике, могу ошибаться, но, мне кажется, достаточно огромное количество слов знаю и мысли могу иногда высказать. Но все еще боюсь ходить на всякие ЛТВ подкасты часовые, хотя мне бы было очень интересно. Вот. То есть, если мне такой там, ну, предложат на русском языке, я там редко когда откажусь, да, если это будет там входить в расписание, не будет мешать. Но на английском языке я бы хотел больше поучаствовать, но я боюсь за свой языковый барьер, потому что я смогу объяснить, но не смогу объяснить точно, как я думаю. Вот. И меня это парит, потому что, как бы, хочется, если ты уже идешь доносить в лично какую-то информацию, то ты должен ее донести то, как ты ее, как бы, реально сам воспринимаешь. А у меня, мне кажется, так не получится на 100%. Вот. У меня не такой идеальный английский. Это можно записать, как твои планы. Сегодня у нас какой год? 24-й. 26-й год. Что ты должен сделать? Пять вещей. Английский выучить лучше. И дать, и давать стабильное интервью на английском. Я, кстати, задумался насчет того, чтобы вообще сдать ЕГЭ по английскому. Я, правда, не знаю зачем, но мне захотелось проверить свое здание. Не знаю. Да ЕГЭ можно не сдавать, там какие-то другие лучшие экзамены. Ну, может быть. Или просто курс английского пройти. Может быть, может быть, да. Планы к 2026 году? Да. Как и 25 лет моей жизни? Просто верить до конца в себя, не сдаваться, несмотря на то, что происходит в моей жизни. И несмотря на то, что у меня был ужасный период жизни, многие люди отмечали то, что не все бы справились с этим периодом жизни и вернулись туда, где я сейчас и куда я вернулся до этого. Там даже Ван Вин начинал, понимаешь, как бы на гору забраться тяжело, но еще сложнее упасть с нее и забраться снова. Вот. И не знаю. Даже то, что я сделал, я как бы, ну, для меня это не супер что-то жесткое, что я сделал, что я вернулся там на Тир-1 сцену, но, наверное, где-то все-таки внутри себя я, правда, собой горжусь. Меня это подпитывает. Не то, чтобы мне сильно влияет то, что люди говорят, вот ты красавчик, там. Не, я ценю, ценю, что они это отмечают. Мне приятно всегда слышать эти слова, но я сам для себя просто иду по жизни всегда с одной вещью. Просто я никогда не сдаюсь. Все. Никогда. Что бы ни произошло, как бы хоть от меня все отвернутся, я сделаю так, чтобы они повернулись ко мне снова, если мне это нужно. Планы на 2026 год. Пять планов. Продолжать играть, стараться выигрывать турниры, выиграть как можно больше мажоров, участвовать на всех турнирах, оставаться хорошим другом, оставаться хорошим сыном, оставаться хорошим внуком, оставаться хорошим человеком. Не знаю. Просто не приносить никому зла в жизнь. Просто, короче, не знаю. Жить и никого не трогать. В плохом, не знаю, в плохом, ты понял. Не трогать никого. Вот. Просто жить ради себя, ради близких, радовать близких, радовать друзей. Как-то так. Спасибо. И потапать хомяка. А, да, покажи. У меня сейчас 571 миллион. Вот. 571 миллион. Да, и прибыль 3 миллиона 600. Не знаю. А ты прокачиваешь аккаунты? У меня 1180 рефералов. Да, я прокачиваю. Тут какие-то обновления. Если честно, все думают, что я, типа, всерьез это как-то верю. Я просто это делаю по фану. Скажешь, скажешь, да? Да. Ты все знаешь, что это твой бизнес. Субтитры сделал DimaTorzok